Техники расправы Белого Тигра Он пробормотал себе под нос Я настоящий боевой король седьмого ранга, а ты? Ты обладаешь таким развитием только потому, что ты использовал загадочную технику бессмертного перенесения Запретная техника бесполезна для тебя Любые другие пилюли и техники, чтобы усилить себя, бесполезны Ты можешь полагаться только на крошечный кусок развития Леди Пиамиа Как долго, ты думаешь, ты сможешь продержаться в этой битве на истощение? Даже если мой боевой навык не так силен, как твой тайный навык, но у меня твердый фундамент в культивации, а помощью этого я смогу запросто одолеть тебя Сосунок, у тебя слишком мало опыта, ты слишком молод Уа, но в тот момент, когда Мужунь Ментянь почувствовал, что его замысел удался, внезапно раздался тигриный рев Сразу после этого из сгустка энергии вырвалась белая фигура Это была полностью новая техника расправы Белого Тигра Чуфэн действительно использовал тайный навык три раза подряд Как это возможно? Мужунь Ментянь, который ухмылялся ранее, мгновенно побледнел, когда увидел яростного Белого Тигра Как бы там ни было, он никак не ожидал, что Чуфэн создаст тайный навык в третий раз, после того, как использовал его уже два раза подряд Сила, высушенная тайным навыком была огромна, не слабее, чем если бы это был боевой навык смертного табу Но поскольку тайный навык Чуфэна был так силен, это означало, что сила, которую он потреблял, была даже более огромной Даже если бы Чуфэн мог создать один тайный навык, технику расправы Белого Тигра, пока использовал другой тайный навык Стремительную технику лазурного дракона, поступать так в течение длительного времени, на самом деле бросало вызов логике Но сейчас он не заботился об всем этом Он быстро развернулся, и использовал телесный боевой навык, чтобы сбежать Появление этого Белого Тигра было слишком внезапным У него больше не было шанса, чтобы создать боевой навык смертного табу, а потому его единственным вариантом был побег Однако, техника расправы Белого Тигра была на самом деле слишком быстрой Несмотря на то, что телесный боевой навык, который Мужунь Минтянь применил, был очень силен, он все еще не мог оторваться от тайного навыка Расстояние между ними становилось все меньше и меньше Цзян Цэша, спаси меня, взмолился Мужунь Минтянь В такой скверной ситуации у него больше не оставалось вариантов Мусор Ты использовал так много моих пилюль-талисманов, а получил лишь такую ничтожную силу Какая от тебя польза? Зачем мне спасать тебя? Но когда Цзян Цэша увидел, как Мужунь Минтяня преследовала свирепая техника расправы Белого Тигра Он лишь презрительно усмехнулся Он на самом деле проигнорировал Мужунь Минтяня и решил оставить его умирать Черт побери Цзян Цэша, ты ублюдок Что касается Союза, ты решил отказаться от меня Мужунь Минтянь скрипнул зубами от злости и, не удержавшись, стал ругаться на Цзян Цэша Ааа техника расправы Белого Тигра догнала его Своим раскрытым ртом он полностью поглотил Мужунь Минтяня Ааа моментально раздался болезненный крик И последовал звук скрежета зубов и пережевывания от техники расправы Белого Тигра Она не сразу убила Мужунь Минтяня Вместо этого она решила сначала помучить его, даруя ему болезненную смерть Небеса Старший Мужунь он на самом деле Видя, что техника расправы Белого Тигра использовала свою собственную загадочную силу Чтобы переживать Мужунь Минтяня, почти у всех лица стали бледными Однако, Мужунь Минтянь был непростым человеком Когда техника расправы Белого Тигра пытала его Он использовал свою собственную технику, чтобы бороться и истощить силу техники расправы Белого Тигра В результате, ее тело постепенно распалось Предок, техника расправы Белого Тигра начала оборачиваться светом, который засиял во все направления Ее сила становилась все слабее и слабее, и когда ее тело стало полупрозрачным, паника возросла Особенно в архипелаге Кары Бессмертных Они не могли не выкрикнуть В этот момент кровь была по всему телу Мужунь Минтяня У него не хватало руки, и был откушен даже его мозг Важнее всего, его разрушенное тело полностью потеряло свою ауру Мужунь Минтянь был смертельно ранен техникой расправы Белого Тигра Чуфына Бум только в этот момент, остатки силы от техники расправы Белого Тигра, в согласии с волей Чуфына, взорвались Это полностью разрушило остатки Мужунь Минтяня, и даже не оставило ничего после себя Вдохновитель, который возвысил архипелаг Кары Бессмертных Старый монстр, который жил несколько сотен лет, был убит Чуфыном в такой жалкой манере Глава 969 Атака похожая на стихийное бедствие Предок Лица членов архипелага Кары Бессмертных стали пепельными Они были совершенно ошеломлены, не способны вернуться в чувства Когда мгновение спустя они начали душераздирающе завывать Мужунь Минтянь был просто слишком важен для них В их сердцах он был сродни Богу, тем, кто вел их, и тем, кто правил миром И все же, сейчас их Бог был убит Как могли они принять такой исход? Как верующие, которые потеряли свою веру, они потеряли направление в жизни Мы будем мстить за предка С такой разрушительной печалью, архипелаг Кары Бессмертных ощутил, как их ярости горе слились воедино Они набросились на секту жестокого демона ночи, полностью игнорируя собственные жизни Они стали пытаться обменять свою жизнь на жизнь своих противников, желая любой ценой отомстить Однако, хотя их сила возросла из-за прилива эмоций Секта жестокого демона ночи тоже возраста в силе после смерти Мужунь Минтяня Они не были напуганы суицидальными методами архипелага Кары Бессмертных И вместо этого они начали даже более беспощадную резню В подобной ситуации, для уже подавленного архипелага Кары Бессмертных и трех великих чудовищных кланов было очень тяжело продержаться Это чувство может ли быть? Однако, после того, как тело Мужунь Минтяня взорвалось, появилась слабая сила, которую Чуфын поглотил в свое тело Однако, Чуфын нахмурился после того, как сделал это Тень подозрения мелькнула в его глазах А в тот момент, когда Чуфын отвлекся, Дзян Циша воспользовался этим шансом, чтобы создать свой боевой навык смертного табу Он хотел миновать технику расправы белого тигра Чуфына, и также тайком его атаковать Бум, однако, он сильно недооценил технику расправы белого тигра Даже если Чуфын был не полностью сосредоточен на контроле, тайный навык все еще обладал своей собственной волей Он вновь уничтожил боевой навык смертного табу Дзян Циша А затем, белый тигр выпустил яростный рев и прыгнул к Дзян Циша Свист Дзян Циша начал быстро лететь назад Он решил прекратить выпускать боевые навыки смертного табу, чтобы силой встретить атаку Чуфына Вместо этого, он решил сбежать Но белый тигр гнался за ним по пятам и был очень быстрым Даже несмотря на то, что Дзян Циша использовал телесный боевой навык Расстояние, отделяющее их двоих, продолжало постепенно сокращаться Это реально? Гений, который пришел из святой земли воинственности, и даже одолел божественное тело Вынужден убегать из-за Чуфына Бесконечно восклицали наблюдатели, видя подобное зрелище Если акт убийства Мужунь Ментиня заставил их признать силу Чуфына Тогда акт принуждения Дзян Циша к побегу в таком жалком состоянии Тайным навыкам Чуфына заставил их одобрить способности Чуфына В конце концов, все знали, что Дзян Циша был намного сильнее Мужунь Ментиня Потому, даже если Чуфын подавил Дзян Циша Многие люди все еще хранили в своих сердцах лучик надежды Они считали, что такой гений, как Дзян Циша, был непостижим Для него существовало бесконечное число возможностей А потому Чуфын не мог на самом деле одолеть его Но лучик надежды у этих людей начал быстро исчезать Нынешняя ситуация давала понять, что у Дзян Циша вряд ли оставался козырь Чтобы разобраться с Чуфыном Хаймым, но когда многие люди подумали, что Дзян Циша уже был побежден Он холодно фыркнул, и тень решимости вспыхнула в его глазах Затем он повернул свою ладонь, и несколько пилюль-талисманов появилось на его руке Он открыл свой рот и проглотил их все Хаймым проглотив пилюли, у Дзян Циша была точно такая же реакция, как у Мужунь Ментиня Руны и узоры появились на его коже, а его аура стала сильнее Бахт Дзян Циша внезапно обернулся и ударил приближающуюся технику расправы белого тигра Бум этот кулак не следовало недооценивать Он содержал такую силу, что мог уничтожить эту землю И всего один этот удар разорвал на куски технику расправы белого тигра Чуфына Так сильно, как и ожидалось от гения из святой земли воинственности Кажется, что это его настоящая сила Это слишком ужасно Он наконец-то показал свои истинные возможности Кажется, что Чуфын собирается отправиться следом за ним Многие люди глубоко вздохнули, увидев, как техника расправы белого тигра рассеивалась в воздухе В то же время, многие люди, которые желали смерти Чуфына, облегченно улыбнулись Небеса Дзян Циша такой ужасающий, как Чуфына становит его Что касалось тех, кто желал, чтобы Чуфын жил Они могли лишь беспокоиться о нем Независимо от того, как много силы осталось в технике расправы белого тигра Это все еще была мощная способность, которая могла разрушить боевые навыки смертного табу И все же, в этот момент, Дзян Циша прорвался сквозь нее своим кулаком Это наглядно демонстрирует нынешнюю силу Дзян Циша Как минимум, то, что было раньше, и близко не стояло с тем, что он имеет сейчас Чуфын Число людей, которые могут довести меня до такого состояния, можно пересчитать на пальцах, даже в секте проклятой почвы Я признаю, я, Дзян Циша, недооценил тебя Я недооценил силу, что могла выйти из такого мужлана, как ты Однако, пора это заканчивать Я позволю тебе увидеть, что такое настоящий гений Я позволю тебе увидеть, что такое настоящая техника Дзян Циша глумился, когда смотрел на Чуфына, а затем его выражение изменилось, и он выпустил взрывной крик Умри Он ударил кулаком, ладонью, ногами, и все в одно время Четыре яростных взрыва боевой силы помчались из этих четырех мест Сила, которую эти четыре взрыва содержали, была очень яростной Типичные боевые навыки просто не могли сравниться с ними Это было даже в несколько раз сильнее боевого навыка смертного табу, который Дзян Циша использовал прежде Сейчас он не только создавал четыре боевых навыка в одно время Он создавал четыре разных боевых навыка смертного табу в одно время Бум затем, они слились в воздухе, и стали сгустком энергии, которая окутала небо Сгусток энергии летел по воздуху Он был похож на огромную волну, которая охлынула вперед, и был таким же, как ужасающая черная масса облаков В ней не только переливались четыре разных цвета, она принесла с собой молнии и шторм Это было похоже на апокалипсис, который мог разрушить мир Боги Дзян Циша на самом деле создал такую ужасающую технику Это все еще боевой навык, это все еще техника человека Это словно работа Бога Когда они смотрели на сгусток энергии, покрывшей целое небо, и хлынувшей к Чуфыну, все были ошарашены Независимо от того, желали они смерти Чуфыну или нет, они были потрясены действием Дзян Циша Это было определеннее всего сильнейшей техникой, которую они видели до сих пор Это было просто стихийным бедствием, которое могло разрушить все Глава 970 Земное табу, резня кровавой луны Четыре разных боевых навыка смертного табу слились воедино Сила была абсолютно не так проста, как у четырех отдельных типичных боевых навыков, примененных одновременно Это было сочетание боевых навыков, и они даже не были обычными боевыми навыками, а были боевыми навыками смертного табу Подобная техника была крайне сложна, и ее сила, естественно, была столь же огромной сгусток энергии Созданной комбинацией четырех боевых навыков смертного табу, был несравнимо яростным Хотя его целью был лишь Чуфын, созданное им давление окутало территорию радиусом в тысячи миль Независимо от того, были ли это Тзелин и остальные, которые спрятались позади армии, или сражающаяся секта жестокого демона ночи и архипелаг кары бессмертных, или сотня миллионов наблюдателей Они все оказались связанными столь мощным давлением, и потеряли способность двигаться Они ощущали страх, который не испытывали никогда прежде, исходящий от атаки настолько мощной, что она была несравнима ни с чем, чему они были свидетелями в прошлом После того, как были обездвижены давлением, они все потеряли способность говорить Уважение и восхищение, которое они чувствовали прежде, давно ушло, и ему на замену пришел страх смерти Одно лишь давление уже было столь сильно Они не знали, умрет ли Чуфын и не последуют ли они за ним следом Однако, когда все были в ужасе от комбинированной атаки Цзян Циша, Чуфын сформировал слабую улыбку Хотя ужасающее давление связало многих людей, Чуфына это не касалось Это всего лишь комбинированная техника Ты на самом деле думаешь, ты единственный, кто так умеет Ты смеешь быть столь высокомерным из-за простого комбинирования боевых навыков с мирного табу Как насчет того, чтобы я показал тебе комбинацию тайных навыков С легкой улыбкой Чуфын пожелал, чтобы ударная волна вырвалась наружу Одновременно с ревом, четыре огромных зверя разных форм, но одинаково яростных, появились из его тела Четыре зверя были не только огромными, они также были очень властными Аура, которую они испускали, была несравнима святой Звери не были обычными созданиями Они были четырьмя священными зверями Лазурным драконом, белым тигром, алой птицей и черной черепахой А4 превосходных тайных навыка обладали собственными способностями, но прямо сейчас Чуфын не использовал обычную технику Это была абсолютно новая техника, полученная после изучения техники возрождения алой птицы Убойная формация четырех символов А они обладали чрезвычайно мощной силой, и они также были очень быстрыми После того, как они появились, наблюдатели даже не успели понять, что происходит, когда четыре священных зверя уже объединились, чтобы создать формацию Однако, формация четырех символов полностью отличалась от той, которая связывала Цуцаньфына прежде Тогда это была связывающая формация, в то время как это была убойной формацией Более того, сила, которой она обладала, была несравнима с прежней Она могла запросто подавить все Это была убойная формация четырех символов После того, как они собрались вместе, создавая вышеупомянутую убойную формацию четырех символов Давление, исходящее от атаки Цзян Циша, мгновенно исчезло Давление, которое связывало всех, также растворилось Небеса, что это? Это техника Чуфына Я видел что-то, что создал Чуфын Он на самом деле скомбинировал легендарные тайные навыки, и при этом сразу четыре тайных навыка Что, даже тайные навыки могут быть объединены? Я никогда не слышал об этом прежде Хотя миллионы людей вернули свою свободу Никто не желал сдвигать свой взгляд, потому что все они были обращены в сторону формации четырех символов Чуфына Их глаза были наполнены неверием и потрясением, потому что они могли ощутить, что сила в этой убойной формации четырех символов была даже более страшной, чем объединение четырех боевых навыков смертного Табу Цзян Циша Бум, Грохот, Грохот, Градхат Только в этот момент две атаки столкнулись Мгновенно наружу хлынули безграничное давление и ударные волны, слой за слоем Они были слишком яростными, и просто никто не мог выдержать этого Неважно, архипелаг кары бессмертных, секта жестокого демона ночи, или сотня миллионов наблюдателей, никто не смел оставаться на месте Все они бежали прочь, боясь, что они будут поглощены давлением, и потеряют свои жизни Однако, несмотря на то, что давление не было направлено на их убийство, многие люди не смогли сбежать вовремя Они были поглощены давлением, и с болезненными вскриками, они были раздавлены и стали лужами крови А оно, когда давление посеяло хаос, в нем раздался яростный рев Также, появилась формация четырех символов Четыре священных зверя находились в воздухе и бегали по кругу, по особому маршруту Они направляли свою силу в формацию четырех символов, и обрушили ее на Цзян Цыша Мощь была несравнимой, и у Цзян Цыша не было путей к спасению Старший, не скрывай ничего, используй это и уничтожь его Лица Джайо и Теня и Укунулуня сильно изменились Они могил лишь крикнуть Цзян Цыша Даже несмотря на то, они чувствовали, что это немыслимо Они не могли не признать, что убойная формация четырех символов, которую создал Чуфын, была слишком пугающей Если Цзян Цыша не станет использовать свои последние козыри, вполне возможно, что он умрет из-за этого Ты на самом деле довел меня до такого состояния Но все отлично, сегодня я расширю твои горизонты Вы, мусор из региона Восточного моря, откройте свои отвратительные глаза и смотрите Это боевой навык земного табу, резня кровавой луны Сказав это, Цзян Цыша сложил свои руки и позволил формации четырех символов продвинуться вперед Он закрыл свои глаза, наплевав на то, что происходит вокруг, когда само пространство перед ним стало разрушаться, а его одежды шумно затрепетали Бум внезапно, мистическая волна вырвалась из тела Цзян Цыша Когда она прошлась мимо формации четырех символов, там мгновенно замерла Более того, мистическая волна была чрезвычайно быстрой Она очень быстро промчалась мимо всего и обволокла территорию в радиусе тысячи миль Хаймым важнее, что после того, как она с огромной скоростью охватила все вокруг, мир начал меняться Бушующее море внизу стало таким спокойным, как будто было зеркалом, не имеющим ни малейшего следа волн Изначально ясное и хаотичное небо обернулось ночным, появились бесчисленные сверкающие звезды Прилив спокойствия омыл мир, создавая очень редко виданную безмятежность, как волшебно Это легендарный боевой навык земного табу Многие люди вздохнули в восхищении, видя такие изменения, как это могло вообще выглядеть, как боевой навык Сам мир преобразился Иллюзорное земного табу Нет, все не так просто Но когда все были привлечены безмятежностью, Чуффен нахмурился Он мог видеть, что это было всего лишь иллюзией, но он знал, что в этой иллюзии определенно таилась крайняя опасность В конце концов, это был боевой навык земного табу, который пришел из святой земли воинственности Глава 971 Земное табу Рассечение небесного свода Грохот, грохот, грохот Внезапно, в определенном месте в безмятежном мире раздался странный грохот Одновременно, пространство в радиусе тысячи миль начало неистово дрожать Спокойная вода поднялась вновь и в еще большей степени, чем прежде С подобными изменениями, огромная полная луна постепенно появилась над поверхностью моря, появляясь перед глазами толпы Луна была действительно очень большой, и она была цвета крови Ее краснота была очень странной, придавая ей вид, будто она была создана из крови Самым важным было то, что после того, как она появилась, беспрецедентное давление охватило мир Это аура Многие люди не могли дышать Некоторые даже задохнулись, и кроме боевых королей, лица всех остальных побагровели Даже несмотря на то, что состояние боевых королей было не таким серьезным Их лица были довольно сильно искажены из-за того, что было очень сложно выдержать настолько ужасающее давление Как я и думал, в этой иллюзии скрыта убийственная техника, она убивает давлением Так это критическая составляющая этого боевого навыка, верно? Эта резня кровавой луны на самом деле непроста С такой мощной силой Покуда Цзян ЦШ желает, ему потребуется лишь мысль, чтобы мгновенно убить всех здесь присутствующих С точки зрения радиуса поражения, мое рассечение небесного свода на самом деле хуже этой резни кровавой луны Но, к сожалению, если я захочу использовать его, чтобы сломать эту луну, это будет не так уж и сложно На лице Чуфына была улыбка Он уже детально проанализировал боевой навык земного табу Цзян ЦШ Более того, он ощутил, что пора было позволить миру узнать о его рассечении небесного свода Потому, когда резня кровавой луны породила во всех ужас и страх смерти, Чуфын медленно закрыл свои глаза Одновременно, чрезвычайно мощная сила начала незримо сливаться в его теле Хо, ты сдаешься? Презрительная усмешка возникла на лице Цзян ЦШ Когда он увидел, что Чуфын, казалось бы, принимает свою судьбу В глазах Цзян ЦШ Даже если бы Чуфын сопротивлялся, это было бы бесполезно Поскольку он создал резню кровавой луны, Чуфын был обречен С его точки зрения, Чуфын собирался сдаться, поскольку он закрыл глаза Подожди это Но именно в этот момент зрачки Цзян ЦШ резко сократились Он сильно нахмурил брови, потому что он обнаружил, что Чуфын выглядел немного странно В этот момент пространство вокруг Чуфына начало слегка трястись И все же, она полностью отличалась от дрожи, которая возникла во время создания резни кровавой луны Дрожь, будучи изначально незначительной, постепенно становилась все более интенсивной Трещины уже появились в ткани пространства, и чрезвычайно мощная аура собиралась разрушить само пространство Перед лицом подобных изменений, безграничная боевая сила в окружающем пространстве начала стягиваться к Чуфыну, словно ураган Столкнувшись с такой необъятной силой, даже выражение лица Цзян ЦШ сильно изменилось В этой потоке боевой силы он мог ощутить, что он был чрезвычайно чистым Бум только в этот момент Чуфын внезапно открыл свои глаза Одновременно, чрезвычайно яростная сила появилась в его глазах Черт! Цзян ЦШ мгновенно запаниковал Он быстро пожелал, чтобы кровавая луна выросла быстрее В то же время, ужасающее давление начало собираться в одной области и сходиться на Чуфыне Цзян ЦШ приготовился атаковать Чуфыну Он готовился использовать резню кровавой луны, чтобы подавить Чуфына до смерти Но уже было слишком поздно Прежде, чем его атака закончила фокусировку, взрыв кроваво-красной ауры вырвался из тела Чуфына Она была очень странной формой, она была похожа на острые клинки, и при этом, они были подобны плавающим змеям Они были не только сконцентрированными, они были бесчисленными Они даже издавали страшные вопли и крайне ужасающие звуки, как будто они были призраками из ада Важнее, что после того, как эта кроваво-красная аура появилась, небо мгновенно изменило цвет Эта аура не только содержала ужасающую силу, ее скорость была пугающей Всего в мгновение ока, они полностью заволокли каждый угол неба И в этот момент губы Чуфына двигались, с четким акцентом на каждом отдельном слове, он сказал Земное, табу, рассечение, небесного, свода Первое рассечение, бум Такие слова были, как приказы владыки Нити странной и ужасающей ауры ударили с разрушительной силой по направлению взгляда Чуфына Наконец, после громкого треска, кроваво-красное рассечение приземлилось на круглую луну Бум-трещины появились на луне, которая содержала бесконечную силу Второе рассечение Вскоре после этого, Чуфын вновь слегка закричал Другое кроваво-красное рассечение опустилось на луну Самая важная сила, которая содержалась в этом рассечении, была в два раза сильнее предыдущей Кроваво-красная луна мгновенно развалилась Посреди взрывов, она разрушилась Небо, следуя за разрушением луны, стал похожей на разбитое зеркало Оно тоже начало разрушаться После того, как многие кусочки неба упали, оно вернулось к своему изначальному состоянию Боевой навык земного табу, который Цзян Цэша создал, был разрушен Чуфыном Это, как это возможно? Он на самом деле разрушил боевой навык земного табу Лицо Цзян Цэша стало пепельным, когда он увидел это зрелище Его глаза расширились и округлились, потому что он не смел поверить этому Он не смел поверить, что в таком заброшенном месте, как регион Восточного моря, был кто-то, кто владел боевым навыком земным табу И этим навыком разрушил сильнейшую козырную карту, которой он гордился Если можно было сказать, что прямо сейчас Цзян Цэша был в ужасе, то, то что произошло дальше ошеломило его еще больше В действительности, то, что привело его в ужас, было не самим боевым навыком земного табу Это было то, что после двух последовательных ударов, давление лишь увеличилось Третье рассечение Бах-бах-бах-бах-бах-бах Чуфын выпустил еще один взрывной крик Мгновенно раздались бесконечные взрывы и бесчисленные кроваво-красные рассечения начали появляться в воздухе Все высшие эксперты Архипелага Кары Бессмертных и Трех Великих Чудовищных Кланов были убиты одним лишь третьим рассечением Мужун Никун и главы Трех Великих Чудовищных Кланов все были мертвы Этим сильнейшим экспертам региона Восточного моря, перед лицом рассечения Небесного Свода Чуфына, не хватило силы даже для контратаки Даже за мгновение до смерти, они не смогли издать ни единого звука, перед тем, как были полностью уничтожены Глава 972 Ты умрешь Сила трех рассечений пробилась через боевой навык земного табу Они уничтожили миллионы людей, и устрашил весь мир Но Чуфын явно не был готов остановиться лишь на этом Рассечение Небесного Свода было сильнейшей козырной картой в его рукаве Либо он не использовал ее, либо она полностью гарантировала ему победу Четвертое рассечение Наконец, Чуфын вновь закричал Четвертое рассечение появилось в воздухе Однако, только два рассечения появились, опускаясь на Чжайю и Тиняй и Куэн Бэйниня Без всякого удивления, когда кроваво-красное рассечение опустилось на их тела, они не отличались от остальных Они были стерты в порошок Их смерть была даже более явной Даже несмотря на то, что они умерли, многие люди не могли даже не успели уследить за этим Проклятье Наконец, Цзян Цэша пришел в чувство Он наконец-то увидел и осознал ужасающую силу Чуфына Даже если он, Цзян Цэша, обладал выдающимися способностями и был признан высшим гением в святой земле воинственности Прямо сейчас он в самом деле не был ровней Чуфыну Зная, что ситуация была для него ужасающей, он не стал больше ничего говорить, когда развернулся и применил чрезвычайно мощный телесный боевой навык Он хотел сбежать Однако, вопреки его ожиданиям, его ноги были ненормально тяжелыми Даже несмотря на то, что он мог идти по воздуху, его скорость была несравненно медленной Он просто не мог сбежать Чуфын, ты наглый и невежественный ублюдок Ты смеешь убивать моих младших? Ты знаешь, кто ты? Ты знаешь, кто мой мастер? Если ты посмеешь убить меня, не упоминая тебя самого, весь регион Восточного моря умрет из-за тебя Когда все пути к отступлению были отрезаны, Дзян Циша обернулся Он упомянул своего мастера, чтобы угрожать Чуфыну Хо Но Чуфын просто одарил его легкой улыбкой, а затем сказал Дзян Циша, тебе не следовало делать этого Ты не должен был вмешиваться во вражду между мной и Архипелагом Кары Бессмертных И не должен был атаковать Туманный Пик Но о чем ты абсолютно точно не должен был даже помыслить, так это показывать намерение жениться на Цзелин Ты можешь унижать меня, как бы ты ни желал, но я не могу стерпеть издевательств в отношении тех, кто мне больше всех дорог Сегодня меня не заботит, оттуда ты пришел Меня не заботит, откуда пришел твой мастер Меня не заботит, какое развитие у твоего мастера Я убью тебя Выражение Чуфына внезапно обернулось ледяным Одновременно появились кроваво-красные сгустки света С ужасающим воем, они полетели к Дзян Циша Сила, содержащаяся в них, была в несколько раз мощнее, чем в четырех прежних рассечениях Потому что это было пятое рассечение Рассечение небесного свода Чуфын, не убивай меня Чувствуя ужасающие сгустки света, летящие к нему с разных направлений Дзян Циша пришел в абсолютный ужас В момент, разделяющий жизни смерть, он внезапно закричал Не было больше высокомерия и гордости в его голосе, и вместо этого след мольбы Чуфын пожелал, чтобы кроваво-красный свет остановился за сотню метров от Дзян Циша А затем спросил Что еще ты хочешь сказать? Чуфын, не убивай меня Если ты пощадишь мою жизнь Я могу дать тебе все, что ты хочешь Я могу также симулировать неведение о смерти моих младших Я могу даже привести тебя в святую землю воинственности И дать рекомендацию, чтобы ты присоединился к секте проклятой почвы С твоим талантом к развитию, ты определенно получишь одобрение моего мастера Он также примет тебя как прямого ученика, и в это время ты сможешь встать на одну со мной позицию Ты можешь получить все, что бы ты не захотел Для тебя не будет проблемой подняться в силе, сказал Дзян Циша с лицом, наполненным искренностью и покорностью Дзян Циша на самом деле умоляет Чуфына Его слова были пойманы ушами каждого Когда они увидели, что гений из святой земли воинственности на самом деле просит прощения у Чуфына Эмоции толпы были очень сложными Сначала из-за появления Дзян Циша они чувствовали, что были свидетелями настоящего гения Они полагали, что в сравнении с Дзян Циша, Чуфын был не больше, чем мусором Но сейчас они обнаружили, что они ошибались, абсолютно ошибались Они все недооценивали способности Чуфына Потому, как оказалось, Чуфын был не только высшим гением региона Восточного моря Но и даже среди гениев в святой земле воинственности, Чуфын оставался ужасающим существом Обсуждения послышались в толпе Все полагали, что они переоценили Дзян Циша Хотя он и силен, гений из святой земли воинственности был просто так себе Но Дзян Циша больше не заботился о том, как другие смотрят на него Сейчас он хотел лишь одного выжить Потому он вновь искренне заговорил Чуфын, прежде я лишь хотел получить туманный пик Я не хотел создавать вражду между нами И на самом деле, все, что случилось сегодня, это всего лишь недоразумение Хотя я и сказал эти слова, чтобы подразнить тебя и Цзелин Это было всего лишь приманкой Я лишь хотел, чтобы появилась Тань Тай Сюэ И я никогда не планировал вредить Цзелин и остальным Фактически, если бы не я, они могли и не дожить до этого дня Я, Дзян Циша, человек, который дорожит людьми с талантом Как только ты простишь меня сегодня, я могу сделать вид, что ничего не произошло Если честно, с твоей способностью, если ты войдешь в секту проклятой почвы Очень вероятно, что ты даже станешь лидером секты в будущем Но без меня, даже если ты сможешь войти в святую землю воинственности, будет очень сложно войти в секту проклятой почвы Даже если ты сможешь это сделать, получить признание патриарха будет сложно Как говорится, если сделаешь шаг назад, ты увидишь более великий мир Я, Дзян Циша, могу проигнорировать смерть моих младших Зачем тебе продолжать на меня давить, ха-ха-ха-ха Однако, чего никто не ожидал, было то, что после того, как Дзян Циша сказал эти слова Чуфын внезапно рассмеялся Его смех потряс мир и стал единственным звуком, который можно было слышать Многие люди сильно нахмурились Они чувствовали себя очень непросто После всего, что случилось, Чуфын доказал, что он, без сомнения, был истинным правителем этого места Для него было просто убить любого человека Даже Дзян Циша был напуган им, так что тут говорить об остальных Но на тему страха, естественно, Дзян Циша больше всех боялся смерти Потому что он был высокомерным, потому что он был тщеславным Он чувствовал, что его жизнь была самой драгоценной Кроме того, он был человеком, который больше всего боялся смерти Дзян Циша, ты думаешь, что я дурак? Ты говоришь мне такие нереальные вещи? Наконец, Чуфын перестал смеяться, но насмешка осталась на его лице Дзян Циша преклонил колени после того, как услышал эти слова Он поднял свои руки и сказал громко, с серьезным лицом Я, Дзян Циша, клянусь небесами, что каждое отдельное слово, которое я сказал сегодня, это правда Если было хоть пол слова лжи, пусть молния ударит меня и подарит мне ужасную смерть Ха-ха-ха Но Чуфын еще раз разразился смехом Он сказал, Дзян Циша, прежде всего, не важно, что ты сделаешь, я не поверю тебе Нет нужды так старательно умолять Более того, даже если все, что ты сказал, правда, что с того Ты уже пресек черту Не говоря уже о простом ученике из святой земли воинственности Даже если бы ты был учеником Бога, мои действия остались бы прежними Сегодня ты умрешь Даже Бог не сможет спасти тебя После этих слов, взгляд Чуфына стал ледяным В то же время, исчезнувшие кроваво-красные огни в воздухе полетели к Дзян Циша чрезвычайно быстро Бах! Когда кроваво-красные огни собрались вместе, ужасающее кроваво-красное рассечение приземлилось на тело Дзян Циша в форме креста Его тело раскололось в одно мгновение Неважно, конечности или душа, они все исчезли Это было абсолютное уничтожение Высший гений из святой земли воинственности был убит Чуфыном Глава 973 Долгой жизни главе секты Наконец убив Дзян Циша, давление рассечения небесного свода исчезло и отступило в тело Чуфына Вернув мерк его прежней безмятежности Тишина пронзила небо Все спокойно смотрели на Чуфына и оставались безмолвны Чуфын одной лишь своей силой убил высших экспертов архипелага Кары Бессмертных И даже убил трех гений из святой земли воинственности Его сила потрясла всех, и его действия оказали разрушительное воздействие на исход битвы Все стали убеждены в силе Чуфына Они не только не забудут его сегодняшних подвигов Все остальные в будущем, преемники региона Восточного моря, будут обсуждать это долгие годы, потому что его достижения будут обречены стать занесенными в книгу истории Он был обречен стать объектом восхищения и поклонения Однако, пока люди из секты жестокого демона ночи праздновали между собой Люди из архипелага Кары Бессмертных и трех великих чудовищных кланов были в ужасе Когда сотни миллионов наблюдателей из разных мест в регионе Восточного моря вздохнули с восхищением Чуфын открыл свою ладонь, и наружу вырвалась безграничная всасывающая сила Несмотря на свою силу, всасывающая сила не повлияла ни на кого Однако, перед такой силой огненно-красная алибарда Цзян Цэша, королевское оружие Джайю и Теня и остальных их пространственные мешки Все они приземлились в руки Чуфына Что еще более важно, Чуфын не просто стер их отпечатки Невидимая сила, которая также хлынула в тело Чуфына, источники энергии Хотя Чуфын уничтожил их тела и души, он сохранил их источники энергии Прямо сейчас он впитывал их и кормил ими яичко Владыка Чуфын, пощади нас Владыка Чуфын, пощади нас Только в этот момент эксперты из архипелага Кары Бессмертных преклонили колени к земле, умоляя и прося о прощении Быстро последовав примеру, многие эксперты из трех великих чудовищных кланов также встали на колени и умоляли о прощении Все остальные не были исключением Даже люди вроде Цзян Цэша и Мужунь Ментеня были убиты, так как могли они иметь возможность получить шанс простив Чуфына Мольба была их единственным вариантом Хаймым видя это, Чуфын пожелал, чтобы бесконечное давление распространилось Оно окутало членов архипелага Кары Бессмертных и трех великих чудовищных кланов Бах-бах-бах-бах После окутывания их всех, были бесчисленные приглушенные взрывы, которые звучали в море людей Каждый отдельный взрыв означал потерю жизни, когда они стали лужей крови Чуфын просто мгновенно, своей собственной силой, убил несколько десятков тысяч людей из архипелага Кары Бессмертных Владыка Чуфын, пощади нас Дай еще один шанс Владыка Чуфын, у меня есть старик, за которым нужно присматривать, и младший, чтобы заботиться Они все еще ждут меня в моем доме Без меня они не смогут выжить Пожалуйста, пощади меня Владыка Чуфын, пощади нас Люди из архипелага Кары Бессмертных и трех великих чудовищных кланов все были ошарашены Те, кто еще не встал на колени, прямо сейчас также сделали это и начали присмыкаться, пока они тоже молили Чуфына Хо Однако, когда он столкнулся с их трагичными криками, Чуфын просто выпустил легкий смешок Затем он сказал В столкновении двух армий, каждая служит своему соответствующему мастеру Вы не сделали ничего плохого Но победитель король, а проигравший злодей Сердобольно относиться врагу, быть жестоким к себе Если бы я был побежден сегодня, уверен, никто не стал бы сочувствовать мне Потому, меня не заботит, как велико ваше желание жить Я не позволю никому выржить Если вы хотите кого-то обвинить, вы можете винить лишь себя за то, что последовали за плохим мастером Если вы хотите кого-то обвинить, вините лишь себя за то, что сделали меня своим врагом После того, как он сказал это, холодный блеск появился в глазах Чуфына Затем он закричал Секта жестокого демона ночи Внимание! Архипелаг Кары Бессмертных и Три Великих Чудовищных Клана должны быть убиты Не оставляйте никого живым Убить После того, как он это сказал, армия секты жестокого демона ночи еще раз стала кровожадными демонами Они выпустили свою безграничную жажду крови, когда использовали разнообразные техники Вновь атакуя ряды Архипелага Кары Бессмертных и Трех Великих Чудовищных Кланов Они начали резню Люди из Архипелага Кары Бессмертных и Трех Великих Чудовищных Кланов хотели бороться за свои жизни Даже если они должны были умереть, они собирались увести некоторых за собой Но это было бесполезно, пока они не могли сопротивляться Чуфыну Давление Чуфына заморозило их в коленопреклоненном состоянии Они не могли сделать даже полшага, не говоря уже о защите Их ожидало лишь беспощадное уничтожение В течение недолгого времени в небе раздавались бесконечные болезненные крики Бесчисленные тела начали падать, и огромное количество крови пролилось кровавым дождем Она попала в море снизу, став причиной того, что оно стало окрашенным в багровый Ужас наполнил всех, кто был не связан с Чуфыном, таких как Наблюдатели Они никогда бы не подумали, что он будет таким безжалостным Они не ожидали, что он на самом деле полностью уничтожит архипелаг Кары Бессмертных и Три Великих Чудовищных Клана Они были обеспокоены, обеспокоены тем, не будет ли Чуфына держим жадой кровью, и не убьет ли даже их В конце концов, они пришли сюда, чтобы принять участие в свадьбе цзянцы Шаидзелин В конце концов, их действия были своеобразной издевкой над Чуфыном Но их беспокойства были излишними Хотя он был жесток с врагами, Чуфын не был душевно больным Он не стал бы убивать невинных Даже если Наблюдатели были отвратительны, это было не до такой степени, чтобы они заслуживали смерти Таким образом, люди из архипелага Кары Бессмертного и Трех Великих Чудовищных Кланов были полностью уничтожены Армией Секты Жестокого Демона Ночи Ни единого человека не осталось в живых Хотя они были не слишком сильны Это, в конце концов, было огромным количеством людей Так, Чуфын не отказался от их источников энергии Он впитал их и отдал яичко В этот момент члены Секты Жестокого Демона Ночи упорядоченно встали в воздухе Они выразили свое уважение Чуфыну И в то же время, они одновременно закричали Долгой жизни главе секты Долгой жизни главе секты Долгой жизни главе секты Долгой жизни главе секты Эти четыре слова бесконечно раздавались громоподобно Люди из секты Жестокого Демона Ночи были на самом деле взволнованы Потому что мощная сила Чуфына показала им что-то, чего даже бывший глава секты не мог сделать Его сила позволила всем узнать, что их выбор был верным У Чуфына была не только квалификация стать главой их секты Они даже почувствовали, что он превзойдет всех бывших глав секты и станет величайшим созданием в истории секты Жестокого Демона Ночи В этот момент Зелин, Суру, Сумы, Зянцшан, Чжан Тянье, Чуню, Цушу и Фуинь, Тайкау, Цу Цаньфын и остальные Те, кто был дорог Чуфыну, стояли с радостными улыбками на своих лицах Они ощущали счастье из глубин своих сердец Они ощущали гордость за Чуфына Сильное выступление Чуфына изумило остальных Те, кто мог подружиться с ним и все же упустили шанс, ощутили сильное сожаление Их эмоции были очень сложными Ся Ю и Дунь Сю были из числа этих людей Хотя Чуфын не станет сильно им вредить Они очень хорошо знали, что сделать Чуфына врагом было их самой большой ошибкой в жизни Они знали, что Чуфын станет очень сильным Таким сильным, что это будет невообразимо В это время, из того, что они знали о нем Он определенно будет помогать тем, кто был близок к нему Чуню и остальные были в этой группе Однако, Ся Ю и Дунь Сю, они, они никогда не будут квалифицированы получить помощь Чуфына Они и Чуню уже были на двух разных уровнях На пути развития, Чуню оставит их все более и более позади Они были в точно такой же ситуации, как Чуню Но они просто выбрали неверный путь Потому, в этот самый момент, они на самом деле ненавидели себя Они ненавидели свое высокомерие Они ненавидели свои провальные суждения Они не только упустили огромную возможность подружиться с Чуфыном Они даже сделали его врагом Если бы у них было Но, к сожалению, не было в этом мире лекарства от сожаления Они были обречены заплатить цену за каждое свое действие Все, что им оставалось, могло быть сказано двумя словами Вечное сожаление Глава 974 Какого рода метод? Но только все почувствовали, что все было улажено Чуфын внезапно бросил свой яростный взгляд на туманный пик Он громко сказал Просто наблюдаешь, как убивают твое младшее поколение А у тебя действительно много терпения Они все смутились словам Чуфына Потому что кроме туманного пика вдали По направлению взгляда Чуфына никого не было Даже теней Хо, так ты уже знаешь, что я не умер Я действительно не могу недооценивать тебя Лишь когда толпа ощутила озадаченность Раздался престарелый смех Одновременно, старый человек показал себя и появился перед толпой Как это возможно? Это он После того, как все увидели этого человека Не упоминая секту жестокого демона ночи Зелин и остальных Даже наблюдатели были очень сильно ошеломлены Их лица были наполнены потрясением Когда они ощутили, что это было невероятно В этот самый момент Человек, который стоял в воздухе Был никто иной, как мужунь Ментянь Предок архипелага Кары Бессмертных не умер Я признаю, ты совершил хорошую попытку Ты очень искусный старый хитрый лис И я почти был обманут тобой Но поскольку ты не сбежал и посмел показаться перед нами Я уверен, что у тебя есть некоторого рода новая техника Чтобы сражаться против меня, верно? Поскольку ты уже закончил подготовку Зачем быть таким скрытным? Просто позволь мне посмотреть, какой метод ты готовил так долго Покажи мне, почему ты не показал себя Даже если все твои преемники были убиты Сказал Чуфэн с легкой улыбкой Выражения Цзелин и остальных мгновенно стали мрачными После того, как они переглянулись Они начали медленно пятиться со всей армией секты жестокого демона ночи Они знали, что мужунь Ментянь был очень хитрым Он не только был безжалостным Он был очень расчетливым Как Чуфэн и сказал Поскольку он посмел показаться даже после того, как Чуфэн одолел Цзян Цэша Это означало, что причина, по которой он был бесстрашен, была в том, что у него был запасной план Это имело смысл лишь в том случае, если у него было что-то припасено для того, чтобы разобраться с Чуфэном У них не было шансов против мужунь Ментяня прежде И в еще большей степени у них не было шанса против мужунь Ментяня сейчас Они должны были быстро покинуть поле боя между этими двумя В противном случае, они будут лишь отвлекать Чуфэна Ха-ха, интересно, ты знаешь, что у меня что-то есть То, что я могу использовать, чтобы разобраться с тобой И все же ты смеешь так высокомерно звать меня Кажется, что у тебя есть достаточно уверенности Я, мужунь Ментянь, был в регионе Восточного моря так много лет Но ты первый, кто смог довести меня до такого состояния Но Чуфэн, боевой навык земного табу, который ты использовал прежде Был так силен, что я предполагаю, что ты тоже заплатил огромную цену Не так ли? Не думай, что я не могу этого заметить Прямо сейчас, ты выглядишь хорошо, но на самом деле ты потратил довольно много сил Твоя сила слабее, чем прежде, сказал мужунь Ментянь с улыбкой Хо, ты прав, но ее все еще более, чем достаточно, чтобы разобраться с тобой Чуфэн презрительно усмехнулся Несмотря на то, что мужунь Ментянь был абсолютно прав Он абсолютно не боялся, потому что он уже все решил Выживет он сам или умрет, но мужунь Ментянь не доживет до следующего дня На самом деле, после убийства мужунь Ментяня Чуфэн попытался впитать его источник энергии Но он не смог найти ни единого следа Потому, в тот момент он подтвердил, что мужунь Ментянь не умер И вместо этого использовал какого-то рода особую технику, чтобы сбежать Чуфэн также очень хорошо знал, что мужунь Ментянь мог просто сбежать Но он этого не сделал После убийства Цзян Цыша, мужунь Ментянь посмел появиться снова Это означало, что сейчас у него было что-то даже более сильное, чем Цзян Цыша Не важно, что это было, без сомнения, это было сильнее, чем полная сила Цзян Цыша Чуфэн не был богом Даже несмотря на то, что он мог сделать много догадок Он не мог быть уверен в том, что же мужунь Ментянь прятал в своем рукаве Что дает ему отвагу стоять здесь Несмотря на то, что у Чуфэна было определенное количество уверенности Он не мог определить, что он сможет одолеть мужунь Ментяня Так, Чуфэн не сбежал, и вместо этого спокойно столкнулся с обстоятельствами На что он полагался, была не только уверенность, но и решимость Решимость бороться с мужунь Ментяня до самого горького конца Чуфэн знал, если у мужунь Ментяня был способ одолеть его Даже если побег будет успешным, это будет применимо только к нему самому Цзян Цзян и остальные не смогут сбежать Если он уйдет, они умрут Потому он не мог бежать Сегодня они разделяли свои жизни, рассуждая в том же духе Если мужунь Ментянь не сможет победить Тогда Чуфэн сможет полностью устранить этого старого монстра Хотя его способности были не так хороши, как у Цзян Цзэша Он был слишком коварным Более того, он знал некоторые секреты относительно туманного пика Оставлять его в живых означало породить бесчисленные неприятности в будущем Он должен быть устранен, и это нужно было сделать сейчас Чуфэн А Чуфэн, я на самом деле чувствую некоторое восхищение подобным молодым человеком Как хорошо было бы, если бы ты не был моим врагом Мужунь Ментянь на самом деле кивнул головой в знак признательности по отношению к решению Чуфэна Однако он натянул на лицо странную улыбку и сказал Если быть честным, прямо сейчас, ты намного сильнее меня С силой, которой я сейчас обладаю, не важно, что я сделаю, я не ровня тебе Но причина, почему ты прямо сейчас сильнее, чем я Не только в том, что у тебя прекрасные способности и у тебя выдающаяся сила Более важная причина в развитии Леди Пиамиа Однако, я понимаю загадочную технику бессмертного перенесения очень хорошо Не важно, насколько лучше твой талант Не важно, как долго ты сможешь держать в себе развитие Леди Пиамиа Настанет день, когда оно исчезнет В этот день убийство тебя потребует от меня едва ли хоть какого-то напряжения силы Однако, я не сбежал Я не решил разобраться с тобой после того, как ты потеряешь развитие Леди Пиамиа Вместо этого, я решил встать перед тобой, когда ты наиболее силен Ты знаешь, почему? Чуфэн не ответил на вопрос мужу Ньминтиня Он знал, что его метод определенно будет вовсе непростым Однако, у Чуфэна были силы не только, чтобы разобраться с Цзян Циша У него еще были припрятаны козыри Если он использует все, что у него есть, поражение не обязательно будет неизбежным Кроме того, если он действительно не сможет ничего сделать У него все же был монстр из духовного мира Асуры в его теле В худшем случае, ему на самом деле придется использовать все, что у него было, независимо от последствий Потому, Чуфэн не боялся Хо, Чуфэн, я скажу тебе честно Я смею стоять перед тобой прямо сейчас, в подобный момент Потому что у меня нет сомнений в том, что ты умрешь, если я использую это Тот, с кем ты столкнешься, буду не только я Это будет даже более ужасающее существо Внезапно, Мужунь Ментянь улыбнулся Его взгляд также начал меняться, его глаза стали темно-зелеными Но самым приметным изменением были странные отметки, появившиеся на его лбу Они извивались вокруг, как будто были живыми Это было зловеще и ужасно, делая его подобным демону Глава 975 Убийство своего же После появления странной отметки, аура Мужунь Ментянь стала совершенно иной Это уже была непростая человеческая аура Казалось, будто демон приютился в его теле Он был зловещим, ужасающим, и излучал кровожадное убийственное намерение Хотя это была очень странная аура, столь странная, что была пугающей Его сила на самом деле не возросла Именно поэтому, изменения, которые происходили с ним, были такими странными Но даже так, Чуфын не смел расслабляться Он заметил, что изменения в ауре Мужунь Ментянь были из-за его подготовки к использованию особой техники Хаймым в самом деле, только когда Чуфын ощутил, что что-то не так Мужунь Ментянь сделал свой ход Он заложил перед собой духовную формацию Это была телепортационная формация Она могла перемещать объекты на небольшие расстояния Мастер, старший Тайкау, сестра Фуинь Быстро увидите Цзелины всех из секты жестокого демона ночи отсюда Чуфын поспешно передал ментальное сообщение Он знал, что это, вероятно, был метод, с помощью которого Мужунь Ментянь собирался разобраться с ним Цуцань Фын и остальные не смели колебаться после получения послания Чуфына Они начали отступление Однако, даже если они находились очень далеко, они не сбежали Они просто не хотели, чтобы Чуфын отвлекался, но они бы не оставили его и не ушли В этой битве, если Чуфын победит, они победят Если Чуфын проиграет, проиграют все Хотя Чуфын и не видел их действий, он знал об этом Однако, он не стал больше ничего говорить, потому что прекрасно понимал, что Цзелины и остальные его не послушают, независимо ни от чего Потому он не стал даже пытаться Он обратил давление в силу, а поражение не могло быть речи Он должен был убить Мужунь Ментянь Видев, что члены секты жестокого демона ночи ушли довольно далеко, наблюдатели также быстро сбежали Было даже много робких людей, которые не рискнули оставаться здесь Они полетели к массиву телепортации, собираясь уйти Они прекрасно понимали, что предстоящая битва будет ужасной Малейшая оплошность может стоить им жизни Однако, поскольку были робкие люди, естественно, что были и бесстрашные Хотя многие люди поспешили сбежать, все же было немало тех, кто решил остаться Они хотели лично засвидетельствовать эту ужасающую битву Все сосредоточили свои взгляды на формации телепортации перед Мужунь Ментяним Они понимали, что тварь, которая собиралась быть призванной, была вовсе не простой Это определенно было что-то исключительное и, вероятнее всего, относилось к секретам Туманного Пика Грохот, грохот, грохот под взглядами толпы Из формации раздался грохот Когда формация затряслась, прямоугольный черный предмет появился перед ними Он был сделан из дерева Два с половиной метра в ширину, три метра в длину Он был полностью обвязан цепями, а на цепях были выгравированы переплетающиеся руны Это был гроб Но важнее всего, что в центре гроба была отметка Эта отметка закручивалась и выпускала чрезвычайно ужасающую ауру Даже если размер отметки был иным, неважно, аура или форма, она была точно такой же, как и на лбу Мужунь Ментеня Это была та же отметка Это Это он Чуфен использовал глаза небес, потому что знал, что внутри гроба что-то было Но после того, как он увидел, что находилось внутри, его выражение лица сильно изменилось Удивление и беспокойство появились на его лице Свист Только в этот момент Мужунь Ментянь сцепил руки После создания заклинания, отметка на гробу начала слабо сиять Одновременно, цепи, которые окружали его, ослабли, перед тем, как гроб полностью открылся Затем перед толпой медленно появился человек Это был мужчина Он был большим и крепко сложенным, и излучал исключительную ауру Когда его волосы трепетали на ветру, его красивое лицо иногда появлялось На нем отражался опыт прожитых лет Самое важное, что на его лбу находился подобный пламени шрам Этот человек не был незнакомцем Ранее он был сильнейшим гением в регионе Восточного моря Человеком, который одолел бывшего главу секты жестокого демона ночи Хуань Фу Хаае Хаае Лица многих людей сильно изменились, когда они увидели этого человека Но тем, у кого были самые сложные эмоции, был Ацушуй Фуинь Отношения, которые у нее были с Хуань Фу Хаае, были вовсе непростыми После того, как она узнала, что Хуань Фу Хаае сошел с ума Она обыскала весь регион Восточного моря, но не смогла найти его вновь Но она никогда бы не подумала, что Хуань Фу Хаае был схвачен мужунь ментяним Потому, в этот самый момент, после того, как она увидела его снова, она потеряла контроль над своими эмоциями Закричав, она побежала к Хуань Фу Хаае Сестра Фуинь, не подходи Внезапно закричал Чу Фунь в этот момент, а затем передал ментальное сообщение Это в самом деле старший Хуань Фу Хаае, но он не тот человек, которого ты знаешь Если я не ошибаюсь, он уже под контролем мужунь ментяня, который добился этого каким-то особым методом Цушуй Фуинь ненадолго оцепенела, после того, как услышала слова Чу Фуина, а затем тщательно проверила Хуань Фу Хаае Только тогда она обнаружила, что он действительно выглядел немного странно Когда она в последний раз видела Хуань Фу Хаае, он был очень косматым Более того, он что-то бормотал про себя, его действия были странными, он казался напуганным чем-то Он выглядел как сумасшедший У него явно было несколько тяжелых травм, нанесенных его разуму, что привело к тому, что он потерял свой разум Но сейчас, хотя он и не отражал никаких эмоций на своем лице, в его глазах была ярость, а он излучал мощную жажду крови Прямо сейчас он был даже более ужасающим, чем в своем прежнем состоянии, потому что сейчас казалось, что он сейчас вообще не обладал собственным сознанием Как и сказал Чу Фын, Хуань Фу Хае действительно выглядел так, будто был под чьим-то контролем Хае, это я Я, Фуинь Ты не узнаешь меня? Ты даже не узнаешь меня? Но даже так Цушуй Фуинь не желала сдаваться Она выкрикивала имя Хуань Фу Хае и упоминала вещи, которые случились в прошлом Она уже понимала, как Мужунь Минтянь собирается использовать его Он собирался сражаться с Чу Фыном до тех пор, пока один из них не умрет Это было чем-то, чего она никогда не хотела увидеть, потому что оба, и Чу Фын, и Хуань Фу Хае были очень важны для нее Она не хотела, чтобы что-то случилось с любым из них Но, к сожалению, Хуань Фу Хае был холодным и невыразительным Он не реагировал, как будто не мог услышать слов Цушуй Фуинь Это действительно Хуань Фу Хае, бывший гений номер один региона Восточного моря Разве он не отправился в святую землю воинственности? Почему он в регионе Восточного моря? Он вернулся, что происходит? У него должны быть очень близкие отношения с Цушуй Фуинь Но сейчас он не только игнорирует Цушуй Фуинь, но еще и стоит с Мужунь Минтянем Может ли быть, что он под контролем? Те, кто наблюдал за всем этим, не были дураками Услышав крик Цушуй Фуинь, пусть и безрезультативный, они подтвердили личность Хуань Фу Хае Но даже испытав потрясение, они сразу догадались о причине, почему он игнорировал Цушуй Фуинь Хуань Фу Хае был под контролем Мужунь Минтяня, и он был сильнейшей козырной картой, которой владел Мужунь Минтянь, чтобы разобраться с Чу Фуином Они были действительно сильно потрясены Они представляли всевозможные методы, с помощью которых Мужунь Минтянь мог разобраться с Чу Фуином, но они никак не ожидали подобного Мужунь Минтянь просто заставлял Чу Фуина убить своего же Глава 976 Техника захвата демонической души Хае, ты правда не узнаешь меня больше? Ты не помнишь этих вещей? Тогда ты узнаешь его? Это Чу Фуин, ребенок, которого ты принес с небесного пути Он уже стал взрослым Ты все еще не узнаешь его? Что случилось на небесном пути? Ты об этом тоже забыл? Цушуй Фуинь игнорировала обсуждение толпы и продолжала пытаться достучаться до Хуань Фу Хае Поскольку она не могла заставить его вспомнить что-то своими собственными историями Она попыталась вызвать его воспоминания истории Чу Фуина Но, к сожалению, все было бесполезно Ха-ха, Цушуй Фуинь, это бесполезно Если бы было так легко вызвать воспоминания Хуань Фу Хае, ты думаешь, я бы привел его сюда? Если бы он что-то вспомнил, разве это не означало бы, что я рою себе могилу? Ты слишком сильно недооцениваешь меня, внезапно Мужунь Мин Тянь странно засмеялся, а затем с издевкой сказал Я буду честным Метод, который я использую, чтобы контролировать Хуань Фу Хае Рассматривается как запретная техника в туманном пике Техника захвата демонической души Эта техника нечто, о чем даже Леди Пиамия не знает Я случайно нашел ее в резиденции мастера Что касается ее использования, это также нечто особенное Эта техника не то, что можно создать простой духовной формацией Эта формация, которая может быть создана только с помощью крови и плоти живых людей Служащих в качестве катализатора, и костями младенцев в качестве основы Чем больше живых людей было принесено в жертву, тем мощнее порабощающая сила Чтобы поработить Хуань Фу Хае, я убил больше миллиона практиков, и несколько десятков тысяч младенцев Хуань Фу Хае, моя марионетка Если я скажу ему идти на запад, он не осмелится пойти на восток Если я скажу ему стоять, он не сдвинется Если я захочу, чтобы он убил кого-то, он убьет этого человека Даже, если это его бывшая возлюбленная, он не проявит милосердия Чушь У Хае твердая воля Как он может быть под контролем такого, как ты? Взбесилась Цушуй Фуэнь Ха-ха, кажется, что ты все еще не веришь мне Но это прекрасно Если ты мне не веришь, мы можем запросто это проверить Улыбка Мужунь Ментиня становилась все более и более странной Он указал на Цушуй Фуэнь и закричал Разорви труп этой сучки на миллион кусочков Хаймым немедленно после команды Мужунь Ментиня тело Хуань Фу Хае задрожало Его глаза излучали темно-зеленый свет, точно такой же, как у Мужунь Ментиня Что важнее, после того, как зеленый свет появился Отметка на лбу Хуань Фу Хае мгновенно изменилась Она стала сгустком пламени, после чего бесконечное давление охватило Цушуй Фуэнь Небеса – это аура Лица всех присутствующих изменились, когда они почувствовали это Они задрожали, несмотря на отсутствие холода, и ощутили, как холодок спускается по их спинам Потому что, судя по ауре, Хуань Фу Хае был боевым королем восьмого ранга Хотя Хуань Фу Хае был силен, прежде он не был боевым королем восьмого ранга И все же, прямо сейчас он был им Такая огромная сила напугала всех Боевой король восьмого ранга – это был уровень, близкий к боевому императору Уровень, который они никогда прежде не видели в своей жизни И Хуань Фу Хае при этом был таким молодым Если он продолжит развиваться, становление боевым императором не было бы чем-то невозможным Представляя, что кто-то в регионе Восточного моря мог стать боевым императором Это на самом деле шокировало Хае, ты Но в сравнении со страхом и потрясением, которые ощущали наблюдатели Цу Шу и Фу Энь застыла Когда она почувствовала приближающееся давление, которое разрушало даже само пространство Ее глаза покраснели Несмотря на то, что она знала, что Хуань Фу Хае был под контролем и ненамеренно атаковал ее Она все же ощутила, что ее сердце разбито Неописуемая печаль охватила ее душу Из-за подобной печали она даже не подумала о побеге Хотя, в действительности, она не могла даже бежать из-за огромной разницы в развитии Бум, когда хлынувшее давление почти настигло ее Внезапно появилось черное рассечение Оно было несравненно яростным И даже это давление не смогло выдержать его Оно было рассечено, и атака была остановлена Это был Чу Фын, который сделал свой ход С запечатывающим демонов мечом в своей руке Он остановил ужасающее давление Сестра Фуэнь, держись подальше Верь мне Неважно, какой силой обладает эта формация Всегда будут изъяны Я смогу избавить старшего Хуань Фу Хае от контроля Кому Жун Ментиня, сказал Чу Фын ментально, рассеяв давление Цу Шу Фуэнь успокоилась Несмотря на то, что в ее сердце все еще были сомнения Она должна была верить в Чу Фына Прямо сейчас он был единственным человеком, который мог бороться с Хуань Фу Хае И также единственным человеком, достойным доверия Бум, грохот, грохот, но вне всяких ожиданий После провала первого удара Хуань Фу Хае снова атаковал Цу Шу Фуэнь Более того, в этот раз это была непростая атака давлением Это был полноценный удар Этот единственный удар собрал боевую силу уровня короля в пределах нескольких миль Его сила была ужасающей И это было нечто, что обычный боевой навык не мог остановить Даже запечатывающий демонов меч Чу Фына не мог Техника расправы белого тигра Чу Фын открыл глаза небес Чтобы проанализировать и принять решение о защитной технике У него не было сомнений И он немедленно использовал тайный навык Чтобы заблокировать этот единственный удар Сила техники расправы белого тигра была безграничной Но она зависела от противника Хуань Фу Хае просто отправил обычный удар Это даже не был боевой навык Однако он не был обычным боевым королем восьмого ранга Даже закрыв глаза на развитие Его способности и боевая сила были намного выше Чем у Мужунь Ментиня и Леди Пиамиа Потому, хотя техника расправы белого тигра успешно остановила этот удар Она все же рассеялась Хуань Фу Хае с помощью простого удара разрушил тайный навык Чу Фына Аааа Видя, что его атака была заблокирована вновь Хуань Фу Хае неистово заревел Когда он это сделал Слои яростного пламени начали появляться вокруг него И они начали двигаться в сторону Цушу и Фуинь Чу Фын, беги Это яростное пламя пылающих небес Хуань Фу Хае был единственным человеком, кто смог овладеть загадочной техникой пылающих небес В храме пылающих небес Ты не сможешь заблокировать это пламя Лицо Цушу и Фуинь мгновенно стало бледным, как бумага Она начала громко кричать И она, которая не хотела, чтобы Чу Фын пострадал от этой атаки Побежала к нему Сестра Фуинь Не подходи Верь мне Не важно, насколько сильнее станет это пламя Я могу выдержать его Уходи Иди к старшему Тайкау и остальным Но чего Цушу и Фуинь не ожидала Так это того, что когда яростное пламя пылающих небес атакует его Чу Фын повернет свою голову с легкой улыбкой На его лице не было страха Вместо этого, на нем была видна уверенность Цушу и Фуинь была шокирована, когда увидела Чу Фына Несмотря на то, что она чувствовала, что это было непостижимо Она внезапно ощутила, что он на самом деле мог заблокировать это ужасающее пламя Глава 977 Настоящий монстр Бум скорость яростного пламени сжигания небес была чрезвычайно быстрой В момент, когда Цушу и Фуинь ощутила изумление, оно уже приблизилось Это была огненно-красная волна пламени, но в то же время оно походило на армию, сформированную чудовищными зверями С разрушительной мощью оно появилось перед Чу Фыном Перед яростным пламенем пылающих небес Чу Фын был словно муравей во время наводнения Он просто не мог сопротивляться, когда был мгновенно поглощен пламенем Более того, после того, как оно охватило Чу Фына, ужасающий пламя не остановился Его поток взмыл в небо и продолжил свой путь к Цушу и Фуине остальным Это было потому, что целью этого пламени изначально была Цушу и Фуинь Она была человеком, ставшей целью Хуань Фу Хаае Ха-ха-ха, высокомерное отродье, как ты думаешь, кто такой Хуань Фу Хаае? С этим заимствованным развитием, ты думаешь, что сможешь одолеть его, боевого короля восьмого ранга Ты просто совершаешь суицид Видя, что яростное пламя пылающих небес заволокло все небо, когда хлынуло в воздух Выглядя так, как будто оно могло сжечь все Мужунь Минтянь заревел от смеха Он знал, насколько ужасающим было яростное пламя пылающих небес И он еще лучше понимал, насколько ужасающе было яростное пламя пылающих небес Хуань Фу Хаае Яростное пламя пылающих небес могло сжечь всех созданий в мире Эти слова были не просто бессмысленной болтовней Яростное пламя пылающих небес Хуань Фу Хае могло на самом деле сделать это Потому что он уже овладел самым драгоценным сокровищем храма пылающих небес Загадочной техникой пылающих небес Отметка на его лбу была доказательством этого. Потому, после того, как Чуфын был поглощен пеклом, Мужунь Ментянь предположил, что Чуфын абсолютно точно умрет. Как мог боевой король четвертого ранга иметь возможность защититься от яростного пламени пылающих небес. Но в контрасте с тайной радостью Мужунь Ментяня, Цушу и Фуинь, Зелин и остальные мгновенно упали в ледяную и бездонную дыру. Неописуемая печаль начала захватывать их сердца. Они даже не могли испустить ни единого звука, но их глаза уже были красными. Они думали, что Чуфын не смог заблокировать бушующее яростное пламя пылающих небес. Хотя его сила была ограничена, они могли почувствовать, что оно было намного ужаснее, чем боевой навык земного табу, который Цзян Цша применил прежде. Бум, грохот, грохот, грохот. Однако, когда все ощутили, что Чуфын вероятно потерял свою жизнь, из яростного пламени пылающих небес раздался оглушительный взрыв. Пламя внезапно остановилось, застыв в воздухе. Бум самой странной вещью было то, что после еще одного взрыва яростное пламя пылающих небес начало закручиваться на месте. Более того, казалось, что оно уменьшается, как будто в центре неба находилась черная дыра, поглощающая яростное пламя. Наконец, пламя полностью исчезло. В этот момент, человек появился в поле зрения толпы. Этот человек не был большим или крупным, но был очень внушительным. Он был никем иным, как Чуфыном. Чуфын. Это Чуфын. Он еще не умер и не только это, он даже выдержал яростное пламя пылающих небес. Небеса. Насколько же силен этот Чуфын? Будучи боевым владыкой четвертого ранга, столкнуться с Цзян Цэша и Мужунь Ментяним, это одно, но он даже может столкнуться с Хуань Фухаэ, боевым королем восьмого ранга. Логика больше не относится к этому человеку. Толпа была потрясена, когда они увидели это и ощутили великое недоверие. Нет, подождите, присмотритесь. Посмотрите на молнию, покрывающую тело Чуфына. Она вовсе не простая, и сейчас он больше не боевой король четвертого ранга. Его развитие поднялось. Прямо сейчас он боевой король пятого ранга. Но несколько внимательных людей обнаружили изменения, которые случились с Чуфыном. В этот момент тело Чуфына покрывала ослепительная броня молний. Когда она появилась, его аура изменилась. Сейчас он был боевым королем пятого ранга. И это, это и было источником уверенности Чуфына, потому что боевой король четвертого ранга не был его пределом. Невозможно, как такое может быть. Но когда мужунь Ментянь увидел изменения в Чуфыне, его выражение лица стало довольно заинтересованным. На самом деле, он уже знал, что Чуфын владел техникой, чтобы поднять свое развитие. Однако, причиной того, почему он оставался настолько бесстрашным и самоуверенным, было именно в загадочной технике бессмертного перенесения. Он знал об этой технике довольно много, а потому знал, что после использования этой техники и получения развития другого человека, неважно, запретная пилюля или другие методы поднятия развития, все это было бесполезно. Было невозможно дополнительно поднять развитие после использования загадочной техники бессмертного перенесения. Это было невозможно. И все же, прямо сейчас, Чуфын использовал эту броню молний, чтобы сделать именно это. Как мог мужунь Ментянь не быть потрясенным? Когда Чуфын был боевым королем четвертого ранга, он мог одолеть боевого короля седьмого ранга. Потому, когда Чуфын стал боевым королем пятого ранга, кто знает, мог ли он одолеть Хуань Фухаэ, боевого короля восьмого ранга. Удивлен? В самом деле, я использовал загадочную технику бессмертного перенесения, чтобы одолжить силу Леди Пиамиа. Потому я и достиг такого уровня. В подобной ситуации, я не могу поднять свое развитие запретными пилюлями или особыми боевыми навыками. Но я не против рассказать тебе, что эта броня молния не запретная пилюля и не боевой навык. Это моя собственная способность. Она не имеет ни ответной реакции, ни каких-либо ограничений. Даже загадочная техника бессмертного перенесения не может ограничить ее, сказал Чуфын с насмешливой улыбкой. Он знал, о чем мужунь Ментянь размышлял, но он лучше всех знал о своих собственных способностях. Что? Его собственная сила. Все вновь были потрясены. Способность, которая могла поднять развитие на ранг, независимо от сферы. Это было действительно могущественно. В этот момент все смотрели на Чуфына горящими глазами. Они наконец узнали, почему Чуфын был такой чудовищным. Он не выглядел обычным человеком. Как минимум, судя по его способности, брони из молний, Чуфын владел чем-то, чего не было у других. Хаймым. Ты можешь поднимать свое развитие. Ну и что с того? У тебя мощная боевая сила, но разве у Хуань Фу Хайю нет? Сейчас ты гений региона Восточного моря, но когда Хуань Фу Хайю приобрел свою славу, ты еще был в утробе матери. Хотя он чувствовал, что это было абсолютно немыслимо, Мужунь Ментянь не был сильно напуган. Он указал на Чуфына и громко сказал. Убей это отродье. Не важно, что ты используешь, но я не хочу видеть никаких остатков. Бум после того, как Мужунь Ментянь отдал приказ, Хуань Фу Хайю и вновь атаковал. Снова это было яростное пламя пылающих небес, но в этот раз, не важно, область поражения или сила, оно было в несколько раз более ужасающим, чем прежде. Несмотря на то, что наблюдатели были довольно далеко, они все равно ощутили жгучие волны, долетевшие издалека. Их было очень трудно выдержать, и они не могли не отступить. Пламя действительно было слишком ужасающим, и перед такой адской температурой, даже если пламя было далеко, этого было достаточно, чтобы сжечь их дотла. Хуань Фу Хайю сейчас стал серьезен. Глава 978. Понтифик храма пылающих небес. На самом деле, я всегда хотел сразиться со старшим Хуань Фу Хайю. В конце концов, он был тем, кто одолел бывшего главу секты жестокого демона ночи. Хотя я и не хотел подобной ситуации, для меня это редкая возможность испытать техники старшего Хуань Фу Хайю. Однако, несмотря на то, что кто-то мог сказать, что яростное пламя пылающих небес было в несколько раз яростней, чем прежде, Чуфын оставался неожиданно бесстрашным. Вместо этого в его глазах появился азарт. Хуань Фу Хайю был очень сильным, конечно, Чуфын знал это. Хуань Фу Хайю был сильнейшим человеком, которого он видел, и он в этом он уверился даже больше, после того, как услышал рассказцу Цань Фына о том, что случилось в регионе Восточного моря. Чуфын очень хорошо знал, что когда секта жестокого демона ночи была на пике своей славы, сильнейшим человеком в регионе Восточного моря был не глава секты, чье одно имя приносило страх. Это был Хуань Фу Хайю, потому что когда ему было 30, он уже был таким же, как глава секты жестокого демона ночи, а сейчас он был намного сильнее. Прямо сейчас Чуфын также был именован сильнейшим гением региона Восточного моря, но Хуань Фу Хайю был непобедимой легендой. Потому, Чуфын, с развитием, которое он получил от загадочной техники бессмертного перенесения, хотел испытать, насколько сильна была эта легенда. Чуфын, ты должен быть осторожен. В общем целом, есть 9 уровней яростного пламени пылающих небес. Только что Хуань Фу Хайю использовал лишь первый уровень. Прямо сейчас это уже пятый. Сила каждого уровня умножается в 9 раз. Сила пятого уровня в десятки раз больше первого. Ты не можешь быть беспечным, закричала Цу Шуи Фуинь. Она видела, что Чуфын не собирался уклоняться, и вместо этого планировал столкнуться с ним с помощью силы, а потому она решила напомнить Чуфыну о его силе. Яростное пламя пылающих небес, которым владеет Хуань Фу Хайю, такое сильное. Оно просто в несколько раз более ужасающее, чем у понтифика. Старейшины секты Жестокого Демона Ночи, так же как и Цу Цань Фын, были потрясены. Думая, что бывший глава секты Жестокого Демона Ночи был титулован как сильнейший в регионе Восточного моря, и в глазах каждого единственным человеком, кто мог сдерживать его, была не Леди Пиамиа, а понтифик Храма Пылающих Небес. Хотя, честно говоря, понтифик Храма Пылающих Небес, возможно, уступал главе секты Жестокого Демона Ночи, но понтифик все же был очень силен. Его яростное пламя Пылающих Небес было первого класса. Самое важное, его королевское оружие, веер яростного пламени Пылающих Небес, был очень сильным. Если добавить загадочную технику Пылающих Небес Храма Пылающих Небес, он стал бы неостановим, не уступая даже запечатывающему демонов мечу. Но прямо сейчас яростное пламя Пылающих Небес, которое создал Хуань Фухае, было без всякой внешней поддержки, и все же оно было сильнее, чем у понтифика Храма Пылающих Небес. Если бы у него был веер яростного пламени Пылающих Небес, чтобы усилить его, то созданное им пламя было бы невообразимо сильным. Свист однако, когда толпа была ошеломлена яростным пламенем Пылающих Небес, оно накинулось на Чуфына. В этот критический момент жизни и смерти, он сделал шокирующее движение. Он замахнулся запечатывающим демонов мечом и ударил бескрайнее пламя. Бум с помощью этого удара поднялся ураган. Волны полетели в небо, и все обратилось в хаос. Самой важной вещью, однако, было то, что ужасающее пламя было оттеснено. Бум грохот грохот однако, глаза Хуань Фухае блеснули, и пламя, которое было оттеснено, снова хлынуло к Чуфыну. Его сила возросла в несколько раз, и его область поражения стала в разы больше, охватывая все. Но даже так, Чуфын остался бесстрашным. В этот раз он сделал 9 последовательных ударов. Каждый отдельный был яростней, чем предыдущий, и перед такой идеальной, разрушительной и катастрофической силой, пламя Хуань Фухае было отброшено назад. Однако, Хуань Фухае был непростым человеком. Как сказала Цу Шуи Фуинь, у яростного пламени пылающих небес на самом деле были уровни. Если шестой не работал, тогда седьмой. Если нет, то восьмой. Мощность каждой отдельной стадии была девятикратно предыдущей. В конце концов, даже Чуфын стал испытывать огромное давление. Особенно, когда Хуань Фухае использовал девятый уровень яростного пламени пылающих небес. Сила, которую оно выпускало, заставляла даже само пространство пойти трещинами в радиусе нескольких тысяч миль. Даже море внизу закипело. Если бы не было многочисленных экспертов среди наблюдателей, которые заранее заложили духовные формации, чтобы защитить толпу, один только жар этого пламени способен был обратить всех в пепел. Потому, столкнувшись с таким ужасающим пламенем, Чуфын мог использовать лишь запечатывающий демонов меч. Это был король королевского оружия, и его сила не могла быть недооцененной. Когда Чуфын стал боевым королем пятого ранга, сила меча печати демона также соответственно выросла. Это действительно потрясающий бой. Я никогда бы не подумал, что смогу увидеть подобную схватку. Теперь я могу умереть без сожалений. Когда Чуфын и Хуань Фухае обменивались ударами, чередуя защиту и нападение, люди, спрятанные в защитной духовной формации, ощущали, как их кровь кипит от восхищения. Они все были поражены огромной силой этих двух. В регионе Восточного моря боевые короли были высшими существами. Тут не было боевых императоров, как минимум за последние 10 тысяч лет. Потому, никто не видел славную битву между боевыми императорами. Но сегодня, после того, как они увидели битву между Чуфыном и Хуань Фухае, они были потрясены. Они никогда не видели настолько интенсивной битвы. Несмотря на то, что они знали, что это было все еще далеко от битвы между боевыми императорами, они все равно чувствовали огромную честь стать свидетелями этого. Даже рискуя собственными жизнями, чтобы лично увидеть подобное зрелище, они полагали, что оно того стоило. Свист однако, только в этот момент Хуань Фухае повернул ладонь. Появился белый веер. Он был очень длинным. Полтора метра длиной. Он был совершенно белым и наемно-восияющим. Он был сделан не из бумаги, казалось, что он сделан из полупрозрачного нефрита. Свист внезапно, Хуань Фухае повернул свое запястье, и огромный веер раскрылся. Потом из его ладони появилось пламя. Пламя выглядело очень странно, как будто это были огненные змеи, когда они вырвались из белого веера. В этот момент безграничная аура была выпущена из тела Хуань Фухае. Это было королевское орудие, и абсолютно точно необычное королевское оружие. Это веер яростного пламени Пылающих Небес. Это означает, что Хуань Фухае стал понтификом Храма Пылающих Небес. Видя этот веер, все сделали глубокий вдох. Они узнали веер Хуань Фухае. Это было королевское оружие, которым только понтифик Храма Пылающих Небес мог владеть. Он был очень похож на запечатывающий демонов меч. У него не только была мощная сила, он также имел особое значение, был обязательным атрибутом понтифика. Другими словами, человек, который мог держать этот веер, был понтификом Храма Пылающих Небес. Потому, чтобы быть наиболее точным, человеком, который сражался с Чуфыном, был не только Хуань Фухае, но и понтифик Храма Пылающих Небес. Глава 979. Решение исхода. Свист внезапно глаза Хуань Фухае выпустили холодный отблеск, когда он махнул веером яростного пламени Пылающих Небес. Пламя, которое Чуфын подавил, появилось вновь, но в этот раз, пламя существенно усилилось. Сама его природа сильно изменилась. В этот момент пламя было по-настоящему яростным, и даже Чуфына ощутила огромное давление. Однако, несмотря на это, он не отступил. Вместо этого, он закричал. Убойная формация четырех символов. У ААА мгновенно четыре священных зверя вырвались из тела Чуфына. Они безумно побежали к Яростному Пламени Пылающих Небес и слились воедино. Они кружили вокруг формации, и пока они бежали вперед, убойная формация четырех символов увеличилась. Бум, грохот, грохот, грохот. Ее сила была безграничной. После вхождения в Яростное Пламя Пылающих Небес, они создали в Бушующем Пламени Хаос. В конце концов, оно полностью исчезло. Однако, после того, как оно исчезло, убойная формация четырех символов не остановилась. И со своей несравнимой божественной мощью, она проложила свой путь к Мужунь Ментиню. Именно, целью Чуфына был не Хуань Фухае, а Мужунь Ментянь. Прямо сейчас, Хуань Фухае был связан техникой захвата демонической души. Рассеять ее было бы очень сложно. Однако, глаза Небес Чуфына были здесь не просто так. На поверхности он сражался с Хуань Фухае довольно интенсивно, но в действительности, он искал способ разрушить связывающую формацию. Наконец, Чуфын пришел к выводу. На самом деле, все было довольно просто. Если он хотел прервать технику захвата демонической души, нужно просто убить Мужунь Ментиня. Как говорит пословица, чтобы победить воров, сначала нужно победить их лидера. Как только Мужунь Ментянь умрет, техника захвата демонической души будет разрушена. Черт побери, это отродье на самом деле. Убей его, убей его. Неважно, что ты используешь, он должен умереть. В самом деле, Мужунь Ментянь запаниковал, когда увидел подавляющую убойную формацию четырех символов, несущуюся к нему. Попятившись, он начал безумно быть. Убийственное намерение в глазах Хуань Фухае стало еще сильнее. Веер в его руке слегка задрожал, и после нескольких странных криков, пламенно-красные огненные змеи отделились от его веера. Когда огненные змеи были около веера, они были на самом деле очень маленькими. Однако, после того, как они отделились, они стали словно освободившимися демонами, мгновенно становясь толстыми огненными змеями в несколько тысяч метров длиной. Было 38 таких огненных змей. Сила, которую содержала каждая отдельная, была невообразимо ужасной. После того, как они появились, они немедленно атаковали убойную формацию четырех символов. Они начали окружать ее и безумно атаковать. Тогда убойная формация четырех символов была неожиданно разорвана на куски 38-ю огромными огненными змеями. Формация Чуфына была с легкостью разрушена. Черт побери, это сильнейшая техника в Храме Пылающих Небес. Формация Огненной Змеи Пылающих Небес. Видя яростных пламенных змей, Цушуй Фуинь горестно вскрикнула. Ее и без того неспокойное лицо сейчас наполнилось сильной тревогой. Это формация Огненной Змеи Пылающих Небес. Хуань Фу Хайю вызвал 38 огненных змей Пылающих Небес, чтобы создать формацию. Лица Цуцань Фына и остальных также сильно изменились. Их уже и так беспокойные глаза наполнились сильным страхом и беспокойством. Формация Огненной Змеи Пылающих Небес была боевым навыком смертного табу, но вовсе не простой. Это был боевой навык смертного табу, созданный вместе с загадочной техникой Пылающих Небес и веером яростного пламени Пылающих Небес. Другими словами, если бы кто-то захотел создать этот боевой навык, обязательным требованием было знание загадочной техники Пылающих Небес и обладание веером яростного пламени Пылающих Небес. Оба пункта были абсолютно обязательными. Это было очень сложно практиковать. Именно из-за существования загадочной техники Пылающих Небес и веера яростного пламени Пылающих Небес, эта формация Огненной Змеи Пылающих Небес была такой ненормально сильной. Она была титулована, как сильнейший запретный боевой навык в регионе Восточного моря. Тогда члены Храма Пылающих Небес могли использовать ее, чтобы потрясти мир и уничтожить целую расу. Когда-то они уничтожили целую расу чудовищных зверей этим чудовищным огнем. Цуцаньфын и остальные лично были свидетелями того, как бывший понтифик Храма Пылающих Небес создал формацию Огненной Змеи Пылающих Небес. Все они, после того, как увидели такую технику, одобрили ее. Они одобрили эту формацию, и согласились, что это был сильнейший боевой навык смертного табу в регионе Восточного моря. Однако, для сравнения, тогда понтифик Храма Пылающих Небес мог вызвать только три Огненных Змея Пылающих Небес. После их призыва, он потерял всю свою силу и заплатил за это немалую цену. И все же сейчас, Хуань Фухаю на самом деле призвал 38 Огненных Змеи Пылающих Небес. Если они должны были стать формацией Огненной Змеи Пылающих Небес, тогда ее сила будет просто невообразимой. Возможно, это даже превзошло бы боевой навык земного табу. В конце концов, это был необычный боевой навык смертного табу. Грохот, 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 грохот. Как говорят, чем больше беспокоишься, тем больше шансов, что это случится. Когда Цушу и Фуинь, Цу Цань Фын и остальные были обеспокоены тем, будет ли создана формация Огненной Змеи Пылающих Небес. Змеи начали сливаться воедино, после чего они создали могущественную огненную формацию. Пламя бушевало в этой формации и на нем засветились руны. Она была чрезвычайно огромной, и когда она находилась вертикально в воздухе, оно не только излучало ослепительный огненно-красный свет, оно излучало ауру, из-за которой казалось, что она могла сжечь все, что угодно. Она была похожа на солнце, которое упало с неба. В этот момент ткань пространства больше не скручивалась. Вместо этого она начала сливаться воедино. В этот момент море не просто кипело, оно начало испаряться. В этот момент сильное давление охватило мир. Кроме туманно-пика, который блистал в свете, не двигаясь ни в малейшей степени, почти все видимое невооруженным глазом искажалось. Даже люди, скрывающиеся в духовных формациях, ощущали беспокойство. Те, кто был с более слабым развитием, на самом деле взрывались, не способные выдержать силу огненных змеи пылающих небес. В подобной ситуации, даже Цу Цаньфын и остальные были вынуждены увеличить оборонительную силу духовной формации, когда они начали отводить армию назад. Они очень хорошо понимали, что если огненные змеи пылающих небес должны будут взорваться, сила взрыва будет просто невообразимой. Когда те, кто был далеко, ощутили подобное давление, можно было представить, как много давления испытывал Чу Цэн, когда он находился так близко. В этот момент огонь охватил все вокруг Чу Цэна. Это был полный хаос, и все вокруг непрерывно менялось. Как могло даже показаться, будто он стоял в воздухе. Больше казалось, что он стоял в бесконечной печи. Капли пота безостановочно появлялись на коже Чу Цэна. Они скользили по его коже, но не успевали они соскользнуть, как уже испарялись. В настолько высокой температуре лицо Чу Цэна стало красным. Но даже так он оставался спокоен. С улыбкой на лице он спокойно сказал. В конце концов, кажется, что мне все же придется использовать это, чтобы все закончить. Глава 980. Занавес падает. Чу Цэн, ты на самом деле собираешься использовать рассечение небесного свода? Ты хочешь покалечить себя? Яичко, которое оставалось тихой, внезапно заговорило. Эта королева смотрела, как Чу Цэн растет, и она испытала все, что Чу Цэн испытал. Не было никого, кто бы знал его лучше, чем она. Он прекрасно знала, что сильнейшим смертельным ударом Чу Цэна было рассечение небесного свода. Однако, это была палка о двух концах. Когда он пользовался этой силой, эта сила также воздействовала и на него. Это сильно ранило тело Чу Цэна. Рассечение небесного свода было именно таким боевым навыком. Прежде, хотя на первый взгляд не было проблем, когда Чу Цэн использовал рассечение небесного свода, чтобы разобраться с Цзян Цэша. Различные проблемы начали возникать в его теле. Даже сейчас он лишь терпел. Если прямо сейчас он вновь использует рассечение небесного свода, тогда урон, нанесенный его телу, станет еще больше, возможно, что даже неисцелимым. Это был не только вред, нанесенный его телу, он нанесет урон его будущему развитию. Яичко, я знаю, что ты беспокоишься за меня, но если я не смогу хотя бы выжить сегодня, какой смысл говорить о завтра? Ну, подай мне руку. Давай закончим эту битву вместе и убьем этого ублюдка мужу Минтеня, сказал Чу Цэн. Аааа, на самом деле нет другого пути? Спросила Яичко с надеждой. Она знала, что если Чу Фэн использует рассечение небесного свода вновь, его тело абсолютно точно будет травмировано. Хуань Фу Хаю был намного сильнее, чем Цзян Цэша. Он не будет побежден лишь пятью рассечениями. Вполне возможно, что придется использовать все девять. Давление от каждого отдельного рассечения было совершенно разным. Девятое было самым сильным, но в то же время, его требование к силе было самым ужасающим. Потому это означало, что Чу Фэн должен будет заплатить огромную цену, чтобы стать победителем. Когда есть потери, может быть только прибыль. Откуда взяться урожаю, если не сделать инвестиций? Я не могу проиграть эту битву, и только с этим мой шанс на победу будет самым большим. Потому я могу лишь поставить все, что имею, на этот шанс, сказал Чу Фэн. «Наплевать, поскольку ты уже все решил, тогда давай разделим эту нашу». Внезапно, яичко сладко улыбнулось, и когда она договорила, она закрыла свои глаза. «Яичко, ты». В этот момент выражение Чу Фэна сильно изменилось. Он мог ощутить чрезвычайно мощную силу, хлынувшую в его тело из тела яичко. Это была сила из духовного мира Асуры. На самом деле, Чу Фэн действительно хотел одолжить силу яичко, чтобы поднять силу своего физического тела. С этим, использование и рассечение небесного свода уменьшило бы ущерб, наносимый самому себе. Но прямо сейчас, причина, почему он был потрясен, была в том, что яичко не только помогло Чу Фэну усилить его физическое тело, даже его боевая сила возросла с выпуском силы яичко. Она снова коснулась табу и помогала Чу Фэну, истощая свою собственную жизнь. Чу Фэн не одобрял нынешние действия яичко, но в этом бою, на кону стояла не только его собственная жизнь и жизнь яичко. Жизни всех остальных были связаны с ним. Потому, Чу Фэн не стал возражать. Он позволил яичко использовать этот метод, чтобы помочь ему. Хаймым внезапно, сила яичко вырвалась из тела Чу Фэна. Черные языки пламени стали парой черных крыльев. Когда они раскрылись, каждый мог ощутить, как сила Чу Фэна возросла. Ублюдок, на что, черт побери, ты уставился? Почему ты еще не убил это отродье? Снова взревел мужунь Ментянь, когда увидел это. Бум, грохот, грохот, грохот. После того, как мужунь Ментянь скомандовал, Хуань Фу Хаю и без колебаний атаковал. С притоком силы, несопоставимо ужасная формация огненной змеи пылающих небес стала двигаться к Чу Фэну. После того, как формация двинулась, все в границах туманного пика начало неистово дрожать. Не только дрожать, почти все сжигалось хлынувшим пламенем. Дерьмо, бежим. Все ощутили предстоящую катастрофу. Они на самом деле были свидетелями ужаса формации огненной змеи пылающих небес. Они знали, что несмотря на то, что они были очень далеко от поля битвы, не было сомнения, что они умрут, когда формация окончательно взорвется. На самом деле, в этот самый момент, из сотни миллионов наблюдателей, одна десятая уже не могла выдержать пылающую ауру. Они взрывались и умирали. Резня уже началась. Потому, кроме нескольких наблюдателей, которые решили остаться здесь, продолжая смотреть эту ужасную битву без уважения к своим жизням, огромное число наблюдателей уже начали разворачиваться и бежать, планируя спасти свои жизни. Однако, несмотря на то, что наблюдатели бежали, члены секты жестокого демона Ночи и Цзелин с остальными не стали. Ни один не ушел. Они все стояли в воздухе и позволяли яростным волнам воздуха врезаться в духовную формацию, которая защищала их. Несмотря на опасность, не было ни одного человека, который пятился. Все были сосредоточены на Чуфыне. Они уже доверили все свои надежды ему и даже рискнули своими жизнями, поставив все на него. В этой битве, если Чуфын выживет, выживут и они. Если Чуфын умрет, они умрут следом за ним. Земное, табу, рассечение, небесного, свода. Девять последовательных рассечений. Наконец, Чуфын сделал свой ход. После того, как он выплюнул эти слова, давление, которое, казалось, могло разрушить мир, было выпущено из тела Чуфына и вырвалось наружу. Ужасающая аура рассечения небесного свода мгновенно поглотила все и вся. Это фактически заморозило яростные волны воздуха. Свист, 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 свист. Вскоре после, бесчисленные кроваво-красные энергетические рассечения появились и поразили формации огненной змеи пылающих небес. Бум, грохот, грохот. Когда кроваво-красные рассечения смешались в формацию, они услышали колоссальный взрыв. Затем их видение наполнилось огненно-красным. Яростная сила покрыла их глаза, не позволяя им видеть, что происходит. Однако ужасающие ударные волны сеяли хаос, позволяя им узнать, какой ужасающей была энергия взрыва. Но когда ударные волны были заблокированы, отводя повреждения от толпы, многие люди знали, что это Чуфын был тем, кто защищал их. Это был он, кто использовал свою силу, чтобы остановить ужасающие ударные волны. Предподобными изменениями, неважно, убегающие или наблюдающие, они не двигались, они смотрели вниз. Кроме человека рядом с ними, они не могли видеть ничего больше. Однако, грохот, который звучал рядом с их ушами, становился все более и более громким. Только после долгого времени все начало исчезать. Сначала стих грохот, затем неистовые ударные волны остановились. В конце огненно-красный свет, который блокировал их зрение, и даже силу духа исчез. Это. И когда их зрение прояснилось, все были ошарашены. Но вскоре после, Тзелин, Цуцаньфын и члены секты жестокого демона ночи наполнились неописуемым волнением и радостью. Пережив непрерывные битвы, крики «Ура!» наконец снова раздались в мире. Радующиеся были не только на стороне секты жестокого демона ночи, даже те, кто не был связан с Чуфыном, радовались. Занавес этой страшной войны, наконец упал. Глава 981. Позволь мне попытаться. Разрушенная ткань пространства была похожа на разбитые осколки зеркала. Однако, в отличие от зеркала, эти кусочки медленно собирались обратно, стремясь восстановить себя до своего былого, целостного состояния. Пространство было чем-то неуловимым и нерушимым. Только с достаточно мощной силой можно было повредить или даже разрушить его, что приводило к бесконечной пустоте. Но даже если пространство было полностью разбито на куски, оно вскоре возвращалось к своему изначальному состоянию. Этот природный феномен был очень загадочным и необъяснимым. Можно было сказать, что хотя пространство было неосязаемым, на него все же можно было воздействовать. У него, казалось, был предел, и как только чья-то сила превосходила этот предел, оно разрушалось. Но из-за его свойства самовосстановления, пространство не могло быть уничтожено. Даже если кто-то мог уничтожить горы одной ладонью, развеять облака одним кулаком, разрезать реки одним пинком, почти никто не мог действительно разрушить пространство. Например, море под ними в этот момент. В этой битве оно пострадало почти так же, как и ткань пространства, но уже в этот момент, последнее уже вернулось в норму, пока первое все еще кипело, пока тепло и пар взмывали в небо. Даже показались некоторые небольшие участки грязи и камней, которые ранее были морским дном. Однако, даже в тех регионах, где море было глубже, огромные трупы до сих пор плавали на поверхности воды. Это были тела морских зверей. Несмотря на то, что они скрывались в глубинах, они тоже не смогли избежать катастрофы, и в итоге были убиты силой формации огненной змеи пылающих небес. Чуфын, Чуфын, Чуфын. Однако, неважно, какие разрушения и беды случились в окружающем мире, имя Чуфына раздавалось повсеместно. Почти все кричали его имя. Даже наблюдатели радовались в бесконечном волнении. В этот самый момент, на далеком поле боя, Чуфын все еще находился в небе. Что касалось Хуань Фухаае, он схватился за голову, наполовину коленопреклоненной. Демоническая аура, исходящая из его тела, исчезла. В этот момент он слегка дрожал и выглядел как тигр, который лишился зубов. Он больше не был угрозой Чуфыну. В действительности, он скорее был в ужасе от своего противника. Хуань Фухаае, бывший сильнейший гений в регионе Восточного моря, был поражен Чуфыном. Что касалось мужу Ньмин Теня, его тело оставалось плавать в воздухе. Его безжизненные глаза были широко открыты, а рот разинут. Его лицо застыло в страхе и горечи. Комбинация была довольно ужасающим зрелищем. Несмотря на его неприглядное выражение, он не излучал ауры из запугающей раны на его груди. Рана создавала хаос в его теле, разрушая все внутри, включая его дантянь. Не только его органы были уничтожены, даже его источник энергии был поглощен. В самом деле, Чуфын не просто убил мужу Ньмин Теня, этого монстра, прожившего несколько сотен лет, он даже впитал источник энергии этого старого монстра, боевого короля седьмого ранга. Мужунь Мин Тянь был побежден. Архипелаг Кары Бессмертных исчез. Даже три великих чудовищных клана были истреблены, и все это было связано с Чуфыном. Однако, причиной таких оглушительных криков радости было не только то, что Чуфын выиграл эту битву, и не только в подлизывании. Эти крики радости вырывались из глубин их сердца. Они искренне болели за Чуфына. Он не только выиграл эту битву, он даже спас жизни всех присутствующих. Судя по ударной волне, если бы не Чуфын, тогда Хуань Фухайю изжег бы всех дотла формацией огненной змеи пылающих небес. Яичко, ты должна держаться. Смотри, я впитал источник энергии мужу Ньмин Теня для тебя. Он боевой король седьмого ранга. Как только ты очистишь его источник энергии, твое развитие возрастет. Разве ты не была сильной? Ты должна держаться. Но не важно, какими пламенными были крики, Чуфын сильно нахмурился. Его лицо было довольно бледным, и даже его обычно твердый и свирепый взгляд был наполнен неустойчивыми эмоциями. Он потерял свое прежнее хладнокровие, паникуя. Несмотря на то, что он выиграл эту битву, он заплатил болезненную цену. Мало того, что яичко находилось без сознания, даже он сам получил видимые повреждения, крайне тяжелые травмы. И мым. Внезапно, щеки Чуфына вздулись, и он начал качаться в воздухе. Кровь устремилась к его горлу, но он загнал ее обратно. Однако, след красного потек из уголков его рта, когда его губы задрожали, не в силах сдержать всю кровь. Однако, он не беспокоился об этом. Стиснув зубы, он продолжил впитывать источник энергии мужу Нементиня. Наконец, он весь вошел в его тело. Но также, в этот момент его веки постепенно закрылись, а его тело завалилось влево, когда он потерял способность летать, таким образом, падая с неба. Более того, будь то черные крылья позади него или броня молний, охватывающая его, они оба мгновенно исчезли. Они вернулись в его тело, а его аура стремительно ослабевала. Он очень быстро вернулся к уровню боевого владыки восьмого ранга. Нет. В этот момент толпа все еще ликовала. Однако, когда они увидели, что Чуфын падает с неба, они все были напуганы. Что касалось Цуцаньфына и остальных, они быстро помчались к Чуфыну. Наконец, первым прибыл Цуцаньфын и поймал Чуфына в свои руки. Только тогда он обнаружил, что Чуфын потерял сознание. Более того, его аура была чрезвычайно слабой. Самой тревожной вещью было то, что аура Чуфына все еще ослабевала. Хотя это было уже не так быстро, если это продолжится, Чуфын может умереть. Черт побери, ничто не работает. Цуцаньфын пытался помочь Чуфыну, но не важно, что он делал, все было бесполезно. Он даже не мог определить, где именно была проблема. Позволь мне попытаться, Цушу и Фуэнь забрала Чуфына из рук Цуцаньфына. Она заложила формацию и положила Чуфына на поверхность. Затем она начала использовать особую лечащую технику. Ее метод был очень основательным. Он был из туманного пика. Хотя она была из Храма Пылающих Небес, она все же была дочерью Леди Пиамиа. Естественно, она унаследовала от нее немало техник. Но даже если это были техники туманного пика, они оставались бесполезны. Чуфын выглядел как человек, обреченный умереть, шаг за шагом приближаясь к Вратамала. Казалось, что никто не мог остановить его. Это на самом деле заставило всех забеспокоиться. Чуфын, ты должен держаться. Чуфын, ты не можешь оставить нас. В этот момент Зелин и остальные окружили его. Видя Чуфына, чья аура была действительно слабой, и чье тело было ледяным, даже несмотря на лечение, Зелин, Суру, Сумы и даже Чуню и остальные стояли с красными глазами. Слезы струились, словно дождь, когда они начали плакать, не в силах держаться. В действительности, не упоминая тех, кто был близок и заботился о Чуфыне, даже те, кто не были знакомы с Чуфыном, наблюдатели ощущали боль в сердцах. В конце концов, они были спасены Чуфыном. Неважно, намеренно или нет, он в самом деле спас их жизни. Кроме того, сегодня Чуфын продемонстрировал им свою силу. Независимо от того, откуда пришло его развитие, как минимум у него был великий талант к развитию. Никто не хотел, чтобы смерть настигла гения вроде него. Настанет день, когда Чуфын войдет в святую землю воинственности, представляя регион Восточного моря. Если Чуфын однажды сделает себе имя в святой земле воинственности, он станет гордостью региона Восточного моря. Они бы гордились Чуфыном. Разве что, это был человек, который ненавидел Чуфына, или кто-то, кто имел на него зуб. Зачем кому-то другому было надеяться, что он умрет? Но, к сожалению, когда даже Цуцаньфын и остальные не нашли способа, который мог спасить Чуфына, кто еще мог помочь ему? То, что вы делаете, бесполезно. Как насчет того, чтобы позволить мне попытаться? Когда у всех закончились идеи, престарелый голос, из-за которого казалось, будто оговоривший улыбался, раздался над сотни миллионов человек. Глава 982. Непостижимый. Кто, кто смеет говорить такие высокомерные слова? Ты думаешь, что сможешь сделать что-то, когда даже защитник моей секты не может? Яростно закричал кто-то из армии секты жестокого демона ночи. В их глазах наблюдатели были просто мусором, кучкой зевак. Это было унижение по отношению к Цуцаньфыну и остальным, когда кто-то посмел сказать что-то вроде этого. Молодой человек, ты должен следить за своими словами. Мир широкий. Ты на самом деле думаешь, что если защитник не может что-то сделать, никто этого не может. Если бы это было правдой, тогда кто был тем, кто довел вашего главу секты до такого состояния? Престарелый голос раздался снова, но в этот раз с небольшой насмешкой. Наглость. Уже разъяренные члены секты жестокого демона ночи, естественно, были еще больше раздражены словами старика. Они выглядели так, будто готовы броситься в толпу наблюдателей и схватить говорившего. Вы все закройте свои рты. Неожиданно Цуцаньфын со злостью закричал. После его слов люди из секты жестокого демона ночи были как спущенные воздушные шарики. Никто не смел сказать ни слова. Сэр, могу я спросить, кто вы? Можете ли вы показать себя, чтобы поговорить? Отругав толпу, Цуцаньфын очень вежливо всплеснул руками широкому морю людей. Он обнаружил, что несмотря на то, что он сосредоточился на голосе этого человека, его местоположение все еще было неопределенным. Это означало, что говорящий был вовсе непростым. Мое имя не стоит упоминание, но судьба однажды свела меня и Чуфына, а потому я хочу протянуть ему руку помощи. Этот голос раздался еще раз, и в этот момент престарелая фигура медленно вышла из моря людей, и его внешность таким образом появилась перед толпой. У этого старика были белые, как снег волосы. Они были очень длинными, и были как серебряный водопад. Они спадали вниз, прямо к его ногам. Но самой шокирующей вещью было то, что глаза старика были закрыты, он был слеп. Кроме того, он был на восьмом уровне сферы небес. Цуцаньфын и остальные нахмурили брови, когда тень подозрения и замешательства появилась в их глазах. Этот старик был слеп глазами, но не сердцем. Каждый шаг был спокоен, когда он шел к Чуфыну и остальным. Это просто не выглядело как что-то, что мог сделать слепой. Самое важное, после того, как этот старик появился, независимо от их наблюдений, Цуцаньфын и остальные обнаружили один результат. Он был на восьмом уровне сферы небес. В этом не было сомнений. Однако, казалось бы, чем меньше у них было сомнений относительного его силы, тем больше они чувствовали, что старик был вовсе непростым, потому что это означало, что он скрывает свое развитие слишком идеально. Старика не волновало, когда на него смотрели такими сложными взглядами. Он шел прямо к Чуфыну и положил свои руки на грудь Чуфына. На самом деле, когда старик протянул руку, Цуцаньфын и остальные были очень нервными, потому что они не могли быть уверены, был ли он врагом или же союзником. Потому, когда он сделал свой ход, Цуцаньфын и остальные окружили его, оставаясь на страже. Но их напряженные лица очень быстро наполнились радостью. Старик просто положил свою ладонь на грудь Чуфына, и они даже ничего не ощутили. Однако, в подобной ситуации, Аура Чуфына на самом деле стала возвращаться в норму, причем с очень большой скоростью. Он быстро пришел в стабильное состояние, даже его лицо стало выглядеть намного лучше. У него были внутренние травмы, были повреждены его сознание и источник энергии. Но он полностью излечится после нескольких месяцев отдыха, сказал слепой мужчина, после того, как убрал свою руку. «Благодарим за спасение главы секты». Секта жестокого демона ночи не смела прохлаждаться и быстро показала свою признательность. Даже их собственный защитник пожал руку старику, так как могло быть возможно, что они посмеют колебаться. Они быстро выразили свою благодарность, а те, кто недавно гневно кричали, почувствовали себя даже более пристыженными. Однако, слепой старик лишь махнул своей рукой на их благодарность и сказал, «Это не может считаться спасением, учув и насильное тело. Даже если бы я ничего не сделал, он был бы в порядке. Максимум, он остался бы в дреме на год или около того, но в конце концов, он бы все же проснулся. Как я и сказал, я лишь протянул ему руку помощи и сократил время его сна. Не переживайте, день, когда он проснется, будет днем, когда его тело будет полностью излечено. Пока он будет без сознания, просто хорошо о нем заботьтесь». Цу Цань Фэн и остальные ощутили даже более сложные эмоции, когда услышали слова старика. Они даже не понимали, что именно случилось с Чу Фэном. И все же, этот старик уже знал о его повреждениях, еще до того, как он вошел с ними в контакт. Это было еще одним доказательством непостижимости этого старика. Ааа. Но именно в этот момент Хуань Фу Хаае, все еще обнимая свою голову, болезненно закричал, как будто он испытывал самую болезненную пытку. Хаае. Цушуй Фуинь запаниковала. Он подскочила и хотела помчаться к нему. Фуинь, это опасно. Не ходи. Тайкау быстро вернул Цушуй Фуинь назад. Отец, позволь мне пойти. Я не могу оставить его одного. Цушуй Фуинь хотела сбежать из хватки Тайкау. Фуинь, успокойся. Прямо сейчас Хуань Фу Хае еще не проснулся. Кто знает, станет ли он атаковать тебя. Тайкау умолял, не желая ее отпускать. Леди Цушуй, не вините меня за то, что я лезу куда мне не следует, но твой отец прав. Разум Хуань Фу Хае до сих пор нестабилен. Он все еще очень опасен. Будет лучше оставаться немного поодаль, посоветовал Цу Цань Фынь. Отпустите ее. Формация, контролирующая этого человека, уже была дезактивирована Чу Фыном. Он делает это сейчас только потому, что он напуган. Он не сделает ничего плохого. Но именно в этот момент, слепой старик внезапно заговорил. Более того, после того, как он сказал Тайкау эти слова, он посмотрел на Цушуй Фу и не сказал. Дай ему эту таблетку и позволь отдохнуть несколько дней. Тогда он будет в порядке. После этих слов, старик вытянул руку и раскрыл ладонь. Таблетка, которая выглядела довольно невзрачно, появилась на его руке. Эта таблетка на самом деле выглядела невзрачной. Из нее не исходило ни света, ни аромата. Она выглядела как таблетка, которая просто не могла быть более обыкновенной. Кто знал, делала ли она вообще хоть что-то. Однако, став свидетелем навыков этого слепого старика, Цушуй Фу и не колебалась ни в малейшей степени. Она протянула руку и взяла таблетку. Однако, в момент, когда она взяла ее, лицо Цушуй Фу и не изменилось. Когда она снова посмотрела на слепого старика, в ее взгляде было еще больше уважения. Она с удивлением обнаружила, что в таблетке не было ничего необычного даже после обследования силой духа. Но когда она взяла ее в свою руку, появилось невыразимое чувство. Если бы оно должно было быть описано, одного сова было бы достаточно. Мистическая уверенность Цушуй Фу и не усилилась, и Тайкау с остальными больше не стали ее останавливать. Они позволили ей приблизиться к Хуань Фу Хаае. После того, как они увидели, что слепой старик помог Чу Фуну, они стали ему более-менее доверять. Так, Цушуй Фу и неосторожно приблизилась к Хуань Фу Хаае, и когда он взвыл, она воспользовалась этим шансом и бросила таблетку ему в рот. Немыслимо, но она мгновенно растаяла и была очищена у него во рту. Затем Хуань Фу Хаае открыл свои глаза, его тело стало пошатываться, он потерял способность стоять в воздухе, и начал падать. Цушуй Фуинь быстро подлетела и взяла его в свои руки. Только тогда она обнаружила, что лицо Хуань Фу Хае стало спокойным, как будто он вошел в сладкий сон после крайне утомительного дела. Спасибо, стар. Не было нужды упоминать, какое счастье ощутила Цушуй Фуинь. Она повернула голову и хотела поблагодарить слепого старика. Но тогда она увидела лишь Цу Цань Фуина и остальных, оставшихся позади. Что касалось слепого старика, он исчез. Не было ни следа того, что он был здесь. Глава 983 После пробуждения Яичко, Яичко, Яичко Хаотичный мир мелькал у него перед глазами. Размытые фигуры безостановочно появлялись. Призыв Яичко вырывался изо рта Чу Фуина снова и снова. Он знал, что это был сон. У него был длинный, длинный сон, но он совершенно ничего не мог с этим поделать. От него даже не зависело, когда проснется. Но он все равно продолжал звать Яичко. Он надеялся, что его зов принесет хоть какую-то пользу. Он надеялся, что Яичко, которая была из-за него серьезно травмирована, сможет выстоять и выживет. Посреди этого сна понятие времени было очень туманным. Даже сам Чу Фуинь не знал, сколько времени прошло. Несмотря на это, его призывы Яичко никогда не прекращались, потому что во сне ему не нужен был отдых, и он не чувствовал вялости. Что он мог ощущать, так лишь беспокойство о Яичке. Прекрати меня звать. Я так комфортно спала, но была насильно тобой разбужена. Наконец раздался сладкозвучный голос Яичко. Не было ни следа слабости в этих словах, и вместо этого, там был намек на озорство. Яичко, ты в порядке? Чу Фуинь сильно обрадовался. Голос Яичко не только казался голосом человек, который вовсе не был ранен, он был даже наполнен энергией. Но у него все еще была тень сомнения. В конце концов, это был сон. Он не мог даже быть уверен, был ли этот голос действительно пришедшим от Яичко. Я уже давно в порядке. С другой стороны, тебе пора бы прервать этот сон. Они тебя ждут. Быстро просыпайся. Голос Яичко раздался еще раз, но очень быстро исчез. Внезапно, появилась вспышка, а затем полная темнота. Когда он вновь открыл свои глаза, он лежал в комфортной кровати. Знакомое окружение и ощущение безопасности позволили ему узнать, что это был туманный пик. Ха-ха, ты наконец-то проснулся. Голос Яичко раздался еще раз. Яичко, ты действительно в порядке? Это просто великолепно. Восприятие Чуфына было очень сильным. В момент, когда он проснулся, он уже знал, что покинул сон. Более того, он знал, что его раны и раны Яичко были полностью вылечены. Сейчас они были в полном порядке. Важнее было развитие Яичко. Сейчас она была боевым владыкой восьмого ранга, так же, как и Чуфын. Такое изменение, естественно, было из-за того, что она очистила источник энергии Цзян Циша, Мужунь Ментиня и членов Архипелага Кары Бессмертных и Трех Великих Чудовищных Кланов. Яичко было особенной. На ней была печать, которая ограничивала ее истинное развитие. Потому, даже если она могла поглотить источник энергии людей и таким образом восстановить развитие, было много ограничений. Эти ограничения становились все более явными, когда ее развитие увеличивалось. Она была все более требовательной к силе источников энергии, но урожай, который она получала от такого огромного количества, был очень маленьким, совсем, как у Чуфына. И все же она отличалась от него. Чуфын мог усилить себя всеми видами чудес природы, но Яичко могла полагаться только на источники энергии. Так, поскольку Яичко была боевым владыкой восьмого ранга, Чуфын был уверен, что это было результатом от очищения всех источников энергии, которые он впитал, и ни от чего другого. Хотя она достигла такого уровня только поглотив такое огромное количество источников энергии, боевая сила Яичко все же была намного выше, чем у Чуфына. Потому, с этой точки зрения, боевой владыка восьмого ранга уже был довольно хорошим результатом. Можно было даже сказать, что персоной, которая получила больше всего пользы от этой битвы, была Яичко. Им им, кажется, что кто-то тайно нам помог. Кроме того, мы бы не вылечились так быстро. Яичко кивнуло, подтверждая тот факт, что она была полностью восстановлена. Кто-то помог нам. Чуфын был немного ошеломлен. Он вдруг вспомнил, что во сне он действительно почувствовал чью-то нежную силу. Однако, он просто не знал, что это была за сила. В конце концов, будучи во сне, у него не было ключа к разгадке, что было правдой, а что нет. Чуфын, ты проснулся. Раздался знакомый голос. Глядя на говорящего, Чуфын увидел Цушу и Фуинь, быстро идущую к нему с радостным лицом. Сестра Фуинь. Чуфын также показал радость, когда он увидел Цушу и Фуинь. Он обнаружил, что ее лицо было очень энергичным, что означало, что с ней ничего не случилось. В противном случае, она бы не была так счастлива. Чуфын, пока не вставай. Ты только проснулся, а потому должен отдыхать. Цушу и Фуинь быстро подошла остановить Чуфына, когда он пытался покинуть свою лежачую позицию. Сестра Фуинь, не переживай. Я наполнен энергией, и на мне нет ран. Чуфын слегка улыбнулся, и все же сел. Он очень хорошо знал свое тело, и прямо сейчас он действительно полностью восстановился. Кажется, этот старший действительно оказался прав. День, когда ты проснешься. Это день, когда ты будешь полностью излечен. После того, как она внимательно осмотрела Чуфына и обнаружила, что с ним все отлично. Улыбка на лице Цушу и Фуинь стала еще шире. Старший. Выражение Чуфына изменилось. В день, когда ты получил серьезные повреждения и был без сознания, мы не могли ничего сделать, чтобы тебе помочь. В критический момент появился старший, который пришел и спас тебя. У этого старшего были волосы белые, как снег, и он был слеп. Он сказал, что встречал тебе однажды, а потому решил протянуть тебе руку помощи. А, точно, кто-то сказал, что этот старший бродил в вечном море крови в течение многих лет. У тебя есть какие-нибудь воспоминания о нем? Сказала Цушу и Фуинь. Это он, Чуфын, пришел к осознанию. Он, естественно, помнил слепого старика в вечном море крови. Он был человеком, который рассказал легенду о судьбоносном предке, которая все еще оставалась свежей в разуме Чуфына. В то время, Чуфын уже предполагал, что старик был вовсе не простым, но он никак не ожидал, что он настолько силен. Не только сам Чуфын был спасен, яичко было спасено тоже. В тот день Чуфын мог ощутить, насколько слабой была яичко, она была даже слабее, чем он, и находилась в более тяжелом состоянии. И все же, сейчас яичко была не только живой, она даже опустошила все источники энергии. Это определенно было из-за старика, который им помог. Потому, в этот момент Чуфын на самом деле был наполнен благодарностью к этому человеку. Чуфын, ты проснулся? Только в этот момент раздался еще один сладкий голос. Красивая персона медленно подошла к Чуфыну. Он не только знал эту персону, он был очень хорошо знаком с ней. Это было Чую из семьи Чу. Прямо сейчас, на ее красивом лице была радостная улыбка. Она также несла вкусные блюда на своих руках. Они были очень необычными. Хотя и в небольшом количестве, блюда были полны питательными веществами. Более того, в ингредиенты включались лечебные ингредиенты, которые явно были приготовлены специально для Чуфына. Чу Юэ, почему ты тоже здесь? Чуфына ощутил счастье, когда он увидел Чу Юэ. Тогда, когда он столкнулся с разными трудностями в семье Чуэ терпел плохое отношение. Чу Юэ была единственным человеком, кроме его отца и старшего брата, кто хорошо к нему относился. Но даже будучи счастливым, Чу Фына ощутил растерянность. Ради безопасности, он отправил Чу Юэ и остальных на один из восточных континентов. И все же, почему она появилась здесь? Глава 984. Исцеление Цзелин. Чу Фын, пришла не только я. Многие люди, которые были на континенте девяти провинций, даже династия Цзян и гильдия мирового духа, пришли сюда. Они все расположились в туманном пике. Мы можем жить вместе, как в прошлом. Глаза Чу Юэ прищурились в два полумесяца, когда она улыбнулась очень красивой улыбкой. Сестра Фуинь. Что происходит? Чу Фын не стал слишком быстро праздновать. Напротив, в его глазах была тень обеспокоенности. Чу Фын, не переживай, все просто. Цушу и Фуинь, казалось, знала, чем был обеспокоен Чу Фына, а потому она быстро объяснила. После того, как Тань Тэйсю очнулась, она немедленно ушла. Однако, перед отправлением, она сказала нам, что мы можем продолжать жить здесь, потому что это была простая случайность, что она и Цзян Цыша прибыли в регион Восточного моря. Не так легко попасть в регион Восточного моря из того места. На самом деле, можно сказать, что это было невозможно. Более того, в Святой Земле воинственности не будет никого, кто захочет отправиться в место вроде региона Восточного моря, потому что в их глазах это не более, чем свалка, на которой ничего нет. Более того, никто не знает о прибытии Тань Тэйсю и Цзян Цыша в регион Восточного моря, а потому больше не будет никого из Святой Земли воинственности, кто побеспокоит нас. Узнав об этом, моя мама решила привести всех наших друзей и семьи в Туманный пик. Здесь мы сможем не только защитить их, но и сможем предоставить куда лучшие условия развития. Мы можем даже одолжить силу Туманного пика, чтобы продлить их жизни. Я понял. Чуфэн теперь понял, что произошло, потому его нервное сердце наконец успокоилось. Как Цушу и Фуэ не сказала, он беспокоился о том, что члены секты Проклятой почвы придут в регион Восточного моря. В это время они определенно узнают, что Цзян Цыша и остальные были убиты им. И судя по тому, как действовала секта Проклятой почвы, любой, связанный с ним, встретил бы свою беду. Однако, если то, что сказала Тань Тайсюэ, было правдой, секта Проклятой почвы не станет отправляться в регион Восточного моря, тогда все было хорошо. Более того, как и сказала Цушу и Фуэнь, определенно было бы во много раз лучше, если близкие им люди будут жить в Туманном пике, чем на Восточных континентах. Сестра Фуэнь, как они, спросил Чуфын, с помощью секты Жестокого Демона Ночи, разве это не простая задача, построить несколько плавучих замков, не переживая.